Смотрите, как мы и говорили, сначала у нас идет воронка. Сначала мы набираем 30 стартапов. Далее. В этих 30 входят по приоритету команды, в начале те, кто имеет первые продажи и продажи. Как только набирается, мы берем всех, кто уже имеет продажи. Если их становится 30, значит остальным не повезло. Значит надо стремиться к первым продажам. Если у нас наберется 15, значит 15 команд будет без продаж и у них цель на акселератор это первая продажа. Акселератор в первую очередь нужен для того, чтобы после окончания акселератора вы или дальше в свободном плавании росли, реинвестировали свою прибыль, либо вам достаточно будет этой прибыли и вы будете дальше существовать, либо получать инвестиции. Инвестиции на демо-дне получают почти все команды. Не было случая, чтобы команды какие-то не получили инвестиции. Если команда имеет первую прибыль, она уже автоматически кандидат на 90% получить инвестиции. Если она, ясное дело, соответствует критериям в виде рынок зарубежный и второе онлайн, рынок зарубежный и имеет двух основателей. Почему мы вам сильно не приоритизируем задачу по поиску минимум двух основателей, а берем и одного основателя? Потому что во время акселератора гораздо проще найти себе кофаундера, сооснователя, партнера. Потому что сооснователь это почти то же самое, как инвестор. Если он видит, что проект перспективный, есть первая продажа, значит вам легче найти партнера. Такая возможность как поиск сооснователя у нас будет. всех, кого мы взяли в акселератор. У нас есть база тех, кто хочет работать в стартапе. Это и программисты, это и предприниматели, маркетологи. Там почти все есть. Такая достаточно узкая целевая аудитория, которые именно хотят работать в стартапе. Далее. Поэтому ближе уже к концу акселератора, если вы один основатель и вы хотите привлечь инвестиции, то или раньше вы нам скажете и мы сделаем рассылку вашего стартапа и найдете сооснователя. Без двух партнеров инвестиции почти никто не даст. Профессиональный инвестор не дает. У него критерии, чтобы вы понимали, почему нужно расти и почему нужен акселератор. У него есть чек-лист, алгоритм, по которому он инвестирует. Первое, что он смотрит, это есть или нет продажи. Второе, два основателя. И не просто два основателя, а один из них должен закрывать техническую задачу либо программистом, либо инженером быть. Второй должен заниматься маркетингом. Все. Дальше. Этого уже, вот этих двух критериев, достаточно для того, чтобы получить инвестиции. Все остальные критерии, это повышение чека, который вам дадут. Что это значит? Что если у вас есть первая продажа, есть команда из двух человек, вы там претендуете, например, на 10-20 тысяч долларов. Какую сумму претендовать, все мы вам расскажем, дальше там будет целое занятие. Вы сами разберетесь, какую нужно просить и как инвесторы это считают. Дальше. Это вот 10-20 тысяч, например. Если вы показываете трекшн, либо это еще называется экзекьюшн, это когда вы показываете кратный рост. Что это значит? Это когда, например, ну не кратный рост неправильно выразился, а когда вы показываете рост. Это, к примеру… Сейчас. Отключить микрофон. Вот. Так, значит, это когда вы наращиваете каждую неделю, смотрится недельными результатами, например, на 10-20%. Что-то. Что-то это либо подписчики ваши, либо прибыль растет. Ну, что-то измеримое. Если у вас растет что-то, например, виральность подписчиков, либо ваша прибыль, то вы сразу же чек увеличиваете уже в два раза. И мы работаем в акселераторе как раз таки с двумя метриками. Первая – это у кого идея есть. Это первую продажу для того, чтобы вы получили инвестиции. Вторая метрика – это кратный рост. Мы вас учим расти постоянно для того, чтобы уже вы были сверхвенчурными. Так, я не знаю, какие у вас еще, может быть, вопросы, что вас интересует, поэтому задавайте. Всем ли вам понятно, почему вы не проходите, например, или проходите? Есть вопросы. Давайте. Есть такой вопрос. Смотрел на сайте, значит, те команды, которые вы отберете, с вами заключают договор. Вы участвуете в проекте от 3 до 9 процентов, либо 9,5 тысяч долларов. Как это вообще оформляется? Вот если соглашаешься на 9,5 тысяч долларов. Это 9,5 тысяч долларов заплатил и работаем дальше, или это из прибыли? Нет. Ну, как это? Да, смотрите. Первое. Тут как считают? Обычно мы берем одну-две команды платных. Это команды, которые обычно имеют прибыль. И им выгоднее отдать не долю, а деньгами, потому что они понимают, что мы отдадим денег, но мы сейчас зарабатываем 10 тысяч. Потом мы будем сразу же кратный результат, это кратный рост, поэтому мы сразу же отобьем их за один месяц. Ага, так нерационально отдавать долю, мы лучше возьмем, отдадим кэшем. Дальше. Доля. Стандартный чек начинается, цифра это 7 процентов. Это стандартная, венчурная для всех акселераторов цифра. Почему именно такая, потом расскажем. Там все высчитывается, это все по венчуру. Она может вырасти до 9 и может уменьшиться до 5. Если показываете результат, работаете в акселераторе, вы ее снижаете до 5 процентов. Если не работаете, то до 9. Что это значит, работаете или не работаете? Это когда, например, вы работаете с трекерами, с экспертами и вам говорят, идите, сделайте, предположим, КАЗДФ на 10 ваших потенциальных клиентов. Проходит неделя, встречаемся, эксперты говорят, ну, рассказывай, что у тебя получилось, не получилось, какие были проблемы. А команда говорит, а знаете, у меня там с девушкой расстался, тут еще этот вот кошка заболела, не было времени. У всех предпринимателей никогда нет времени. Поэтому мы тратим, ну, нам обходится в среднем одна команда где-то 7500 долларов. Это себестоимость нашего, ну, вот просто участия за каждую команду. Поэтому мы не можем всех подряд брать, потому что, ну, эксперты там, чтобы вы понимали, один спикер за одно участие, там, выступление за один час, ну, там час-полтора, да, берет тысячу долларов. Потому что это предприниматели, и они просто так определяют ценность того, если надо, значит, вы готовы заплатить. Поэтому тут все достаточно так по-серьезному. Что еще? Про долю. Все ли понятно про долю и вот этот вот кэш? Акселерационная программа. А, и самое главное, давайте так. Это не то, что вы взяли, заплатили, как обычный консалтинговый бизнес, который я очень не люблю, или образовалка, когда вам говорят, заплати деньги, а мы вам тебе чего-нибудь научим. Нет, мы говорим, мы работаем с пользой, ценностью, либо другими словами, результатом. Вы оплачиваете эту сумму только если мы достигаем результата измеримого. Не просто получите какие-то знания. Это значит, получили прибыль, значит, мы получаем долю, либо там кэш. Получили кратный рост. Мы просто настолько уверены в своей программе, потому что мы берем только после результата. Понятно. То есть проходит акселерационная программа, начинаются первые продажи. И вы уже говорите, ребята, мы дальше с вами работаем, там определенное менторство. Видим, вы классная команда, нам достаточно 3%, работаем дальше. Либо, ребята, если хотите, можете, у вас сейчас прибыль, грубо говоря, 5 тысяч, в следующем месяце будет 10. В следующем месяце вы эту десяточку нам отдаете, и мы расходимся хорошими, добрыми друзьями. Это вот так вот, в конце концов? Так, ну, вам нужно, на самом деле, выбрать сначала сразу. Либо долю, либо деньгами. Если, в принципе, у вас есть прибыль, тогда вам лучше деньгами. То есть это до, получается? До. Ну, мы подписываем, вы решаете. Все. Сразу. Ну, как бы, ну, вы можете решить, если вы готовы, ну, верите, что вы добежите до прибыли такой, за три месяца, то можете сразу деньгами. Ну, просто еще по проценту, вот, может, знаете, СОБА, СПБ, в Питере, венчурная компания. СОБА, не знаю. Что за СОБА? Они, ну, они тоже с фри как-то там завязаны и так далее. То есть, ну, я так понимаю, это все и в Новосибирске знают про нас, кстати, про Беларусь. Я там, ну, как бы начинал обучение Академгородов. Вот. Вот СОБА и Новосибирск, они стандартно работают с пятью процентами, но там у них есть какая-то фиксированная сумма. То есть, если там капитализация, ну, прибыль становится в районе ярда, то они берут, там, санкции снижают, то есть там, ну, определенно. А, нет, ну, это венчурная история, это в зависимости от стадии. Так как в большинстве случаев мы берем, сейчас фокусируемся, нам нужно как инфраструктура сделать как можно больше пользы для начинающих, и уже те подросли и начали других уже обучать, да, по возможности. То мы не берем сверх, ну, например, которые сид стадии. Мы таких не берем специально, чтобы сначала при сид обучить все стартапы, чтобы они знали, как это, что работает. Поэтому у нас вот такая цифра. Там, где больше чек, там, ясное дело, будет меньше. И в будущем, ясное дело, ну, мы вам будем объяснять, что там меньше будут чеки. Еще вот тоже такой вопрос. В российском законодательстве, ну, если есть учредители, то, естественно, открывается ООО. В российском законодательстве нет такого понятия, что вот есть фиксированная доля. Если приходит инвестор, там, например, у основателя, там, автора идеи и так далее, 80%, пошел человека на 20%, вот общая сумма получилась, 100%, и приходит человек, говорит, вот, давайте я вас проинвестирую до стадии А, ну, это будет сумма, в основном это где-то около миллиона долларов до стадии А. Вот. Вы мне даете 10%. Тот человек, у которого 20% отдает, получается, 2%, тот, у кого 80%, соответственно, 8%. То есть вот в таких пропорциях. Нет, смотрите, вот эти вот все пропорции, они регламентируются в корпоративном договоре. Уставы. Есть еще корпоративные. А? В уставе. Это что-то типа устава, но это дополнительная штука к уставу. Он называется корпоративный. Это что-то типа вестинга, вот которое мы вот я скидывал, не знаю, видели, не видели, мы скидывали ссылку на материал, что мы подписали со всеми партнерами вестинговые договора. это как раз такие документы, где регламентируется, как будет делиться вот эта доля. Либо тот, у кого больше, он будет отдавать, либо равномерно каждый по чуть-чуть будет делить. Может быть, не захочет, например, программист, которому дали 5% или 2%, а свой процент уменьшать. Поэтому там все прописано, эти все материалы мы скидывали. С образцами вместе. Что-то я вот в телеграме смотрел, не нашел. Не нашли, значит, мне потом напомните после созвона и выкинем, повторим эту ссылку. Есть она. Все, это называется, там есть пришария, они называются договора, либо корпоративные договора. Есть соглашения, которые не сильно имеют юридическую силу, но все равно работают. Это все будет. Так, может быть, кто-то хочет проконсультироваться по своей идее, проходит он, не проходит. Почему не проходит? Потому что еще не со всеми мы созвонились, чтобы опросить, потому что иногда по заявке непонятно, что человек, что за стартап такой. Так, не бойтесь, говорите, говорите, конечно. Я вам ночью, извиняюсь, если разбудил, на Вайбер сбрасывал. Вот. Сейчас, как узнал, что в конце этой недели будут решаться, я там поднакидал, ну, черновик, только для MVP. То есть взял одну проблему, и с ней там кто-то проработал, проработал, вам на Вайбер сбросил. Вот. Так, вы, Сергей, из России? Нет, я Сергей из Минска. Из Минска. Так, а почему там много знаете про фри, про Россию, все? Ну, так мало знаний не бывает. Ясно, хорошо. А то я думал просто… Я вижу еще онлайн все образования, вот, например, отри, там постепенно, постепенно, как подходить, все вопросы отличаются коротенькими роликами и так далее. Делаешь все домашние задания и так далее. Да, это мы с ними тоже делали, да-да-да. Ага, про коротенькие я понял, про какое вы говорите? С картой такой? В смысле с картой? Ну, сайт с картой был такой. Нет. Нет? У них там что-то… У них есть формализованное… Я сейчас вот сижу, у них есть общий для всех в Африи. А я сейчас сижу на институте, вот мне туда порекомендовали, сказали, ну, пробуй везде. В Москве этот высший школ… Высшая школа экономики и бизнес-инкубатор. Вот. Вот там есть это дело, и я там постепенно… Там преподаватели, менторы и так далее. Да, это вот такая вот предакселератор, он называется, там песочница она у них называется. Да-да-да-да-да-да-да. Ага, ну, полезная штука, тоже как бы можно… ну, это что-то типа, что мы его дали тоже, как вам на семинарах. Очень большие, очень большие объемы информации. Там этот ролик просмотрел, некоторые вопросы можно провинцилировать. Тут я нашел недостаток. Когда была лекция по КАЗДЭВу, и там табличка была по занятию долей, да, что реально, что нереально. Да. Вот, там объем рынка, рынка 5 миллионов долларов, и там, что… Забыли сказать один момент, что чек, который там в правом, в левом, вернее, в левом столбце, что это чек за год. С годовой, да. А потому что… Ну, они сказали, а я сижу и думаю, блин… Надо написать это в самом заголовке. Как это может быть? А потом вот я там, ну, параллельно когда проходил, а там уже, ну, эта табличка намного меньше была, и там написано год, год. Я думаю, а, о, и вот то, что вам на Вайбер сбрасывал, там уже, ну, получается… Потому что, да, прибыль, ну, и в Америке, даже зарплата там, ну, в Европе, в Америке, она считается годовая. Не как у нас все помесячно считается. Поэтому, да, это наше упущение. Самое интересное есть, кстати, вот почему, ну, у меня довольно-таки по технической реализации весь пафос отбросили, и вот оставив такое, по технической реализации он очень простой, для выхода на все рынки. И там вот в этой школьнике, там я очень много почитал интересного по поводу выходов на рынки, особенно азиатских. То есть, например, в Китае европеец, даже очень хорошо, что европеец руководит, там все за этим смотрят, там, типа, очень хорошо. В Индии продажи, там вот основатель вот этих вот чатов для сайтов, которые Джака или как-то так. Ну, я понял, да. Он говорит, что в Индии, если ты не местный, ты местному ничего не продашь. Все верно. Про южно-корейский рынок, интересно, про Японию и так далее. Ну, мы эти, да, мы это все рассказываем, да, в зависимости от рынка, который выходит, да, мы это все рассказываем, что как делать разные лайфхаки, ну, это не лайфхаки, это такие проверенные инструменты, которые работают. В виде, как выйти в Индию, например, или в Германию, там должен быть продавать местный. Местный дорого нанимать. Самый дешевый способ, это проверено, это берется индус, который приехал в университет, ну, учиться по обмену, нанимаешь его, он запросто продает. У них чек меньше, и они все разговаривают на английском. И почему сразу предложение надо делать на английском? Потому что у нас все думают, английский – это США, английский – это США, Канада, Новая Зеландия плюс Австралия. Великобритания. Ну, Великобритания. И Индия. Там Мальта, там Кипр и так далее. То есть, очень даже замечательно. И, ну, это, я вот, я не знаю, я вам сбросил на Вайбер, я не знаю, там, у вас есть какие-то там, ну, можно попросить, например, менторские какие-то указания там. Да, мы же сразу говорим, чтобы, мы же вас готовим, и почему мы всегда вам даем обратную связь, потому что мы заинтересованы, чтобы вы к нам пришли в акселератор. Потому что я вот посчитал, я вот, ну, вам ночью сбросил, я думал, сегодня последний день, так сказать, дедлайн. Я посчитал, оказывается, можно проверить вот сверху вниз, то есть от ПАМа, там, САМ, СОМ, а вот эта вот табличка по занятию рынка, это, получается, проверка снизу. То есть, сможешь ли ты или нет. И у меня, получается, я сначала делал сверху, и получал снизу, и получал снизу. Сверху у меня получилось 80 тысяч САМ, ой, СОМ. Человек. Да, да, 80 тысяч. А когда начал проверять снизу, получилось 83, то есть оно примерно плавает. И вот я там, я не знаю, я там вопросик пометил прямо в тексте, но суммы у меня там несколько разнятся. То есть, я не знаю, но пользователи, в принципе, зная средний чек, то есть даже, ну, можно как-то уже писать. Ну, среднего чека вы не можете знать, пока не сделаете продажу. Средний чек аналога. Можете, если найдете. А, ну, вы хотите через конкурента? Ну, да, 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 через конкурента. То есть по количеству потенциальных покупателей, именно по целевому сегменту у меня… Хорошо, вы, если не боитесь, то можете озвучить просто идею, чтобы я вам быстренько провел диагностику. Сейчас секундочку, надо открыть. Так, остальные, чего молчите, задавайте вопросы. Когда возможность появится. Так вы вот, пока человек ищет информацию, вы задавайте. Понятно, меня Михаил зовут, видео у меня не работает сейчас. Значит, вопрос какой? У меня два вопроса. Первый по ясности, по персоналиям, когда будет известно, раз. И второй вопрос. Значит, что касается вестинга, что касается распределения долей в команде, там, конечно, нужна какая-то помощь, поддержка, потому что сложно вот так с набега разобраться. Хотя, в целом, понятная идея, будет ли такая возможность. Так, смотрите, скорее всего, мы проведем, сделаем открытые занятия для стартапов из акселератора и внешних. Мы сделаем это. Хорошо. Запрос понятен. Ну, а на первый вопрос? Когда будет? Ну, вот мы набираем каждому постепенно и задаем вопросы. Если вам еще не набрали, значит, по какой-то причине вы еще чем-то не подходите. Понятно. Значит, если не подходит под акселератор, к примеру, группа наша, команда, проект, то я уже о персонале имею в виду, возможно ли продолжить обучение как трекер. Смотрите, если у вас есть предпринимательский опыт, то, конечно, как трекер вы можете и сейчас подаваться, да? Просто, если мы возьмем вас как стартап, то вам, ясное дело, как приоритет лучше идти как стартап, потому что получите больше ценностей. Дальше. Дальше, дальше про стартап. Если вы не проходите, вы тоже можете задавать, набирать, писать, по какой причине не прошли. Мы как бы открыты, нам ничего сложного нету вам рассказать, почему, по каким претериям не прошли. Может быть, что вы и проходите, но у вас просто нету продаж, а команд больше набралось, которая с продажами. Ясное дело, тут как бы, ну, просто из-за количества мест. Мы просто ограничены. Да, я понимаю, ясности пока нет, поэтому говорить о том, проходим или не проходим с нашей стороны, ну, пока возможности нет. Ну, вы все смотрите, вы достаточно мне называть суть идеи, у меня память пока что нормальная, я могу сразу же по памяти сказать, если вспомню, что проходит, что не проходит, какие там были изъяны. Значит, я заявлял этот проект как IB Box. Да, помню. Так, суть идеи, я помню название. IB Box. Суть идеи следующая. Разрабатывается интернет-платформа, на которой порядка 15 контейнерных специализированных приложений, которые решают вопрос конфигурации сделок. Ну, к примеру, есть 3-5 участников, которые есть основные и есть вовлеченные. Ну, например, заказчик, подрядчик, поставщик – это основные банки, страховые компании. Ну, по Беларуси это вряд ли здесь с страховыми компаниями. Все, я ваш проект уже вспомнил. Значит, его пока что мы не брали, вы у нас стоите на очереди, чтобы с вами созвониться, потому что мы не увидели ценности. Измеримые ценности. Измеримые ценности. Мы на семинаре рассказывали про… Все ли понимают, что такое ценностное предложение и ценность? Ну, я в целом уже понимаю, как бы… Вот тут есть какая измеримая ценность. На сегодняшний день, например, у заказчика стоит задача обеспечить технические надзоры либо собственными силами, либо силами сторонней организации. Это достаточно болезненный такой процесс, который, ну, заказчику выполнять не хочет. Да, давайте, смотрите, будут вас перебивать, чтобы вы понимали, и вы сразу же все абсолютно стартапы, которые сейчас присутствуют, точно так же анализировали свой проект. Смотрите, а что будет, если ваш клиент потенциальный не решит эту проблему? Вы имеете в виду мой… У меня три группы клиентов, которые… Давайте. Я начал с заказчика, потому что заказчик – это, ну, как бы тот, у кого деньги, кто работает с деньгами инвесторов. Поэтому… Так, вы пропали. Игорь, добрый вечер. Может быть, пока Михаил пропал, я могу связаться. Давайте. Это Дима, да. У нас теннисная, ну, спортивная платформа. Помню вас. Мультиспортивная, помните, наверное, да? Да. Как-то общались. Вот, значит, соответственно, тоже примерно такой же вопрос. Я не знаю, со мной связывались или нет, но тут… Еще не связывались. Да, мы созванивались. И вы тоже стоите у нас в очереди, чтобы мы с вами определили все-таки с ценностью какую… Ценность. Да, измеримая. Вы у нас стоите претендентом на вступление, но, как бы, конкурируете с другими. Ну, я понял. Насчет ценности, то есть сейчас можно что-то пояснять, да? Да, можете сразу говорить. Окей. Вот мы тоже думали тут с основателем, с Сергеем, насчет ценности, которую мы все-таки несем до наших потребителей. И что видим? Сейчас ребятам это как-то все не так интересно. Ну, им скучно просто играть в теннис. Вот. И на данный момент, что мы видим? Единственная возможность их как-то раскачать – это вот организовывают турниры, эти там рейтинги и так далее. Вот. Мы хотим это все немножко упростить, как бы расширить охват и сделать, чтобы все это происходило по разным правилам. То есть неделя к неделе меняются форматы этих встреч, количество человек, возможно, даже какие-то массовые тусовки. То есть это все можно сделать. И идея состоит в том, чтобы, ну, постоянно вот что-то новое, живое было. То есть не просто как бы стандартный формат турниров там какой-то, рейтинги, вот, а встречи по разным правилам с большим количеством разных людей разного уровня. То есть, чтобы это все еще автоматически было и так далее. Это вот для одной категории вот в этом ценность, то есть создавать интерес для них. Ну, пока что не вижу ценности. Так, ценность, она у нас измеримая. Измеряется в экономии времени, в экономии денег, в получении денег. Какая тут, давайте еще раз измерим. Ну, здесь вот, да, возникает некоторая сложность, трудность вот с этим. Если вот мы берем какие-то онлайн-игры, к примеру, какая там может быть ценность? То есть ценность не получает удовольствие от... Эндорфин, получение эндорфина, лень, мозг, он у нас сильнее, чем вы всегда. Ему проще этот вот отдыхать. И плюс, ну, если разделяем мы киберспорт, киберспорт, например, инвестирует люди. Потому что это не игры, это кое-что другое. Это то же самое, как футбол. Это ведет киберспорт замена на футбол, обычно классически. Это горячее чувство из детства. Ну, если мы говорим про какие-то потребности, может быть, потребность в игровом процессе в этом, ну, чтобы им интересно было. Интересно – это неизмеримая штука. Это эпитет. Да. Вот вам нужно делать много-много каст-девов, пока они не скажут, за что они готовы платить. Вот прям, когда они говорят, у нас есть проблема, и за эту проблему, ну, если есть у человека проблема, значит, он тратит на нее время. Если он тратит время, значит, это уже можно монетизировать. Любых полчаса-час времени человека, оно имеет цену. Это зарплата. Как минимум можно переводить все же зарплатные человека часы. Ну, окей. У них сейчас есть такая проблема. Они не видят перспектив и цели своего развития. У них нет опорных точек. Как они сейчас ее пытаются решить? Гуглят? Как-то? Как? Они сейчас смотрят на других товарищей в группе, если кто-то занимается. Потом с кем-то сыграли, они могут посмотреть. Вот. Ну, собственно, и все. Но это редко происходит. То есть, пока они друг друга найдут, пока договорятся, а потом лень и так далее. Вот. А мы делаем автоматический сервис с напоминаниями и так далее. Вот. Вы считаете, люди готовы за это платить? Я считаю, да. Потому что, ну... Вот сервис на напоминаниях. Смотрите, берем, делаем MVP-шку. Быстренько, на коленке. У вас есть время. Что это такое? Набираете... Это что-то типа, в вашем случае, какая-то моя гипотеза. Ваш бизнес, еще раз. Моя гипотеза, я могу ошибаться. Вы видите проблему, что у них... Давайте еще раз, какая проблема? Что им нужно собраться. Или что нужно сделать? Им нужно собраться и интересно провести время. Собраться. Проблема собраться в чем заключается? В чем заключается? В том, что нету какого-то вектора развития и какого-то плана. То есть... Не понимаю. Вот и они не понимают. То есть они вроде как ходят, играют в теннис. И непонятно вообще, для чего они играют в теннис. Через полгода они заканчиваются. Ну, это я, к примеру, говорю. Кто-то играет в соревнования, может быть. А кто-то и до этого не доживает. И даже те, которые играют в соревнования, со временем это тоже приедается. А вы еще раз что предлагаете? Мы предлагаем, во-первых, какую-то схему развития сделать. А во-вторых, какие-то еженедельные задания, которые будут их сводить вместе и подстегивать играть. В том числе, возможно, потом и детализатор со всеми вытекающими и так далее. Вот сейчас вы должны сразу и говорить. Какое-то... Это вот что должно быть? Вы считаете, что у них проблема, мотивация собраться. Значит, у них нет желания. Ну да. Это то же самое, как... Сейчас я вижу что-то похожее на фитнес-центр. Ну, к примеру, да. Вот, но туда люди, если они... Это не игровой процесс, да. Там они просто приходят, качаются, к примеру. Игровой, если есть наслаждение, то они по-любому соберутся. Если есть проблема собрать команду для этого второго партнера... Да, да, команды. Ну, тогда у вас, ну, вы говорите, что... У них, у вас есть гипотеза, что они не ходят, потому что не могут собрать команду. Да, ну, команда основная, да. Хорошо. Что нужно для того, чтобы собрать команду? Сейчас уже говорим про MVP-шку вашу. Что нужно, чтобы собрать команду? Нужно разослать приглашение, нужен лидер команды, потом нужен человек, который будет создавать эти встречи, команды. И теперь возвращаемся. Так, значит, вам нужно, чтобы проверить, ваша MVP-шка проверяет вот эту гипотезу, да, бизнес-идею, что нужно собрать. Значит, берете просто, обзваниваете их по очереди, выбираете сами дату, время. Позвонили одному, позвонили второму, их скоперировали и отправили. И потом за это берете деньги. Ну, в общем-то, чем мы сейчас и занимаемся? Только мы занимаемся в формате, ну, у нас же клуб, у нас 200 человек занимаются, и дети там, взрослые. Ну, и как бы мы, ну, занимаемся в плане обучения вот этим вот, как бы. Им это, в принципе, вроде как интересно, ну, у нас есть какой-то свой маркетинг здесь. Вот, мы им это все продаем, они приходят, пробуют все хорошо, и потом напоминаем им, что вот тоже и оплатить надо, а все ли там было хорошо, что улучшите, ну, и, в общем, сопровождение такое, кому-то отработки. То есть вот этот вот весь процесс движухи, когда вот этой движухи нету, если они приходят просто там к какому-то тренеру, им это, ну, не особо интересно, потому что участника нету такого объема большого, вот, нету спортивного духа этого. А когда они приходят в клуб, когда много тренеров, много кортов, много разных людей, можно вот, как бы, общаться очень много. Так, давайте, вот, вот, давайте, вам нужно явно делать КАЗ-ДЕФ и делать MVP-шку и пробовать за нее брать деньги, чтобы измерить свою ценность. Ну, безусловно. Вы должны узнать, почему они ходят. Если они ходят, значит, они чего-то ходят. Почему они ходят? Ну, потому что это, ну, даже когда учишься, это интересный вид спорта, то есть много разных мышц там задействуется, общение там. Только они знают, почему они ходят. Ну, да, но это я уже говорю чисто из своего опыта, скажем так. Вот, это всегда, да, вот так кажется. КАЗ-ДЕФ настоящих профессиональных кастомер-девелопментов. Только так вы узнаете, что, может быть, они и ходят, потому что у них есть гипотеза, что те, кто занимаются теннисом, они обеспечены, и так они набирают нетворкинг бизнесовый или обеспеченных людей. Гипотеза, которую надо проверять. Ну, да, надо проверять. Все, поэтому вот вам нужно сделать MVP-шку и КАЗ-ДЕФ. Срочно, быстро. Окей. И потом тогда вам отправлять. Да, нашел, нашел я вот эти, ну, открыл свои бумажки. Значит, смотрите, я начинал плясать от КАЗ-ДЕФа, чтобы было проще, скажем так, конкретизировать целевую свою аудиторию через получение боли. Значит, суть в чем заключается? Вот самый минимальный, как вы говорили на лекции, минимально ценный продукт, который решает одну проблему одного конкретного человека. Значит, я, значит, из всего, что я планирую, я выбрал такую проблему, как построение дискомптных программ. Значит, после КАЗ-ДЕФа это у меня стали индивидуальные предприниматели, микробизнес-индивидуальные предприниматели, которые могут сменить местонахождение, так как постоянно ищут арендные площади, которые дешевле, мобильные в плане смены номенклатуры и, соответственно, тот бизнес, которому закрывать, заказывать относительно долговечные пластиковые карты дорого или нецелесообразно. Ну, пластиковые карты в 10 раз дороже. Они будут предлагать виртуальные дискомптные карты людям. Это покупатели, которым нравится или необходимо получить скидку. А дискомптные карты постоянно теряются, забываются, их большое количество неудобно носить. Значит, по КАЗ-ДЕФу, когда сколько раз мне на спину плюнули, это не щек, но я честно опросил 80 человек, это 40 предпринимателей. 40 человек в Ждановиче, 40 в Малиновке. Там примерно пополам на Малиновке автозапчасти, мелочевка вся эта, и строители в Ждановиках, шмотке и продуктовый рынок. То есть, ну, довольно-таки, я считаю, нормальная выборка. Так, я просто не уловил, а в чем еще раз проблема у них, суть проекта? Построение дискомптных программ, программ лояльности. Это что? Чтобы к ним возвращались клиенты. Все, цель – возвращение клиента. Да, возвращение клиента. Вот, я предлагаю построить, ну, МВП. Самое простое приложение. Бизнес. Первый шаг устанавливает приложение. Второе – текстовым образом формирует скидку, но не, скажем так, прогрессивную. То есть, чем больше покупаешь, тем у тебя больше скидка. Или вот количество посещений, чтобы не прикручивать счетчики в это приложение. То есть, самые простые – текстовые сообщения. Постоянно 35, 10 и так далее. Приходишь в какое-то время, получил такую-то скидку, пришел в какое-то время, такую скидку. Или там просто текстовое сообщение. Все, я уже понял, хорошо. Но вы понимаете, что у вас B2B2C? Да. А с клиентами что? Ну, конечными? Я сейчас расскажу. Я в Каздеве вот к этому подводил, сколько там, чего и так далее. То есть, у меня эта статистика тоже есть. Значит, загружает это все в базу данных. Человек, который, я вот сказал, ППЛ, которому интересно. Ну, есть люди, которые сидят на скидках, либо им для бизнеса надо много закупать, получать скидку для своего и так далее. Значит, покупатель также просто устанавливает приложение. Второе – из базы данных добавляет его к себе. То есть, в принципе, там длинных цепочек каких-то особенных таких нет. Единственная проблема – заставить выкновить приложение. Ну, это уже анализ с конкурентами, но он у меня тоже есть отдельно. Значит, ответить сразу по поводу в сегменте B2C вам. Да, самое главное. В сегменте B2C, значит, по запчасти. Вот этот микробизнес в основном – это основные расходники и так далее. Авторы на полина в козапчасти. Да. В среднем 25 человек приходят постоянных клиентов на точку. Это те, которые рядом живут или имеют свой такой полулегальный бизнес, там, частный ремонт машин. Ну, дядя Ваня в гараже. А, ясно, я понял. Это постоянные те. Да, то есть, ну, порядка 25 человек на одну точку. Значит, в строительном рынке то же самое. Это вот, ну, рукастые мужики, которые соседям за копейку помогают, это муж на час. Подрабатывающие вот любят у нас сантехники, электрики после работы пошабашить и так далее. Постоянно закупаются. Ну, и профессиональные бригады. Так, рынок Ждановича, вещевой рынок, там на грани статистики ничего не берем. Там, ну, может, так сказать, может, один придет в месяц, может, два. То есть, ну, откидывать, брать их не стоит. В продуктовом рынке вот Ждановича в среднем 70 человек рублей точка. То есть, на продуктовых рынках люди, которые закупаются, ну, это все-таки, наверное, я так понял, из-за того, что еда. То есть, люди привыкли определенную качество покупать. То есть, 70 рублей точка. Это, получается, 80 опрошенных было. У 80 предпринимателей была такая проблема. То есть, им постоянно надо быть, они не могут… У всех, получается. Да, да, да. Нет, я просил больше, но я выявил 80. А, 80, все, понял, да. Я выявил 80 с этой проблемой. Значит, и вот такой расклад по людям, которые готовы реально. Потому что постоянно ходят, то забудут, то индивидуальный предприниматель сменит точку, где подешевле. Ну, примерно в этой же локации, летом некоторые, например, переезжают на улицы. Особенно, что касается вещевого рынка там. А эти, ну, более дешевые. Постоянно оптимизируют. Потому что, я говорил, как сегмент, это и пешники, и самый такой микро-микробизнес, который очень мобильный в этих вот вопросах. Ну, вот. То есть, я все плясал от Каздева. Ну, у вас есть такая гипотеза, что им нужно повещать своих постоянных или непостоянных клиентов, что они переехали в другое место. А то он по-старому придет и нет. Чтобы получать постоянную скидку, им надо покупать самые дешевые варианты решений построения дискомптной программы. Они заключаются. Визитка простая, двусторонняя, полноцветная. Там на одной стороне адрес, где они находятся, написано. На другой стороне, там, предъявительную скидка такая-то процентов. Столько-то процентов. Они их могут заказать. Это вот заказывают в среднем в месяц комплект 1000 штук. Ну, это самый дешевый, оптимальный вариант. Вот. Какую боль я хочу решить своим МВП? Скоро они будут экономить время на заказе, на поездке забрать визитки. Если не брать самый дешевый вариант, начнем с этого, чтобы узнать чек. Самый дешевый вариант, двусторонняя визитка, делается из образца, где только меняется номер телефона и адрес. Вот. Есть эти онлайн-сервисы. Более-менее визиточка такая, чтобы чуть-чуть подправить здесь, добавить это. Ну, я промониторил рынок, 1000 штук. Это, ну, где-то 20 долларов. Я дешевле не нашел. Где-то так. Да. То есть, ну, дешевле я не знаю. Не нашел. О, нет, это нормальная цена. Да, 20 долларов. Плюс, они сами ездят и забирают. В любой момент эти визитки могут упасть там и в лужу. Ну, сами знаете, на рынках там не особо бывают условия. Там то в лужу упадет. Не знаю. То наступит. Ну, я там походил, посмотрел. Особенно на продуктовом рынке там. Ну, бывают моменты, схватились кто-то шуток и так далее. То есть, каждый месяц они тратят 20 долларов плюс время. Значит, это вот со стороны виза проблемы. Со стороны плюс сбился. Короче, 20 долларов определились. Все. Хорошо. А еще одну проблему. Им, у них постоянно меняется номенклатура. То есть, что-то сейчас в тренде, что, ну, чего-то больше покупают. Они могут переехать и так далее. То есть, этот шаблон не сохранишь. Значит, визитку приходится заново все равно, ну, обдрейживать. Все, хорошо, Сергей. Я уже понял. Про B2B я понял. Вы приходите, говорите, хотите ли вы вернуть своих клиентов. Ну, или клиентов. Все, ясное дело, говорят да. Создать дискомптную. Нет, я не так спрашиваю. Ну, я грубо говоря выразился. Я понимаю. У них потребность в создании дискомптной программы есть. Да, согласен. Она подтверждена. Каждый. Стоимость есть. Количество людей, которые однозначно приходят с ним по их скидочным картам, есть. Да. Осталось самое сложное. Чтобы вашим приложением или что там еще начали сами клиенты пользоваться. Пользоваться, да. Значит, мы пока решаем проблему бизнеса. Ну, вы сказали, вот взять конкретного. Все, есть проблемы, верю. Вот. И решить. Значит, второе. Ну, MVP плюс у меня. MVP плюс. Я надеюсь, в концу мой напарник, ну, я вообще автор идеи, мой напарник, он не андроид-разработчик. Ну, естественно, начнем с андроида, потому что это больше у нас рынок. Так как русскоязычный сегмент будет, то есть мы сразу на СНГ будем все работать, на русскоязычный сегмент. Давайте еще раз напоминаю, MVP делается за неделю. Приложение вы сможете сделать за неделю? Он не сможет. Все, никто не сможет. Но у него специальность другая. Я понимаю, разработчик за неделю не сделает. Сделает. Ну, ладно. Который этот, вот, вам дешево надо, он за деньги сделает за неделю. Вот, то есть надо вот мне этот человек команду. Хорошо, я понял. Давайте возвращаемся еще раз. MVP решает проблему. Да. Почему клиенту, ну, клиенту мы говорим сейчас про посетителя, покупателя запчастей, зачем ему устанавливать приложение? Значит, он всегда сможет найти данного поставщика, не найти, а всегда иметь при себе его контактные данные, потому что у него часть он закупает в одном месте, часть в другом, часть в третьем. Визитка картонная, она теряется, она может испортиться и так далее. Сами знаете, люди, которые ведут бизнес, вот у меня это вот, вот это вот, это где-то процентов 25 визиток, вот, которые основные у меня под рукой, которые лежат. Вот, то есть у него визитки клиентов есть и так далее. А смотрите, значит, вы решаете для клиента вопрос, что он может потерять визитку. Сохранности, визитки, ну, у всех, скажем так, бизнес момент. Ага, вот давайте так, самый дешевый вариант какой может быть и быстрый, реализовать вот эту MVP-шку, чтобы решало проблему сохранности контактов. Ну, она уже решена, по сути, это вот есть мобильный телефон. Да. Вот, но как сюда добавить то, что меняется у продавца? Вот это может ли, например, QR-код, который закодирует всю визитку, решить эту проблему? Нет. Почему? Потому что, потому, объясняю, потому что продавец при помощи приложения в любой момент может сменить эту дисконтную программу, и человек привык приходить до обеда получать 5-процентную скидку, а тут в связи, ну, проанализировав рынок, ему стало невыгодно. И будет 10%. Вот, как это решить при помощи QR-кода? Значит, вы хотите, вот еще программу Live, значит, вы хотите сделать аналог приложения McDonald's, который дает какие-то каждую неделю, или как-то там, как у него там алгоритм, разные скидки. Да, да, и это тоже. Но, но, это будет, по сути дела, по сути дела, я хочу вырастить сеть, сеть. Вот многие обеспеченные, скажем так, компании делают для себя, под себя мобильное отдельное приложение. Сделать сеть бесплатных вот таких вот мобильных приложений. Ну, только не бесплатных, а платных, потому что вы за это хотите... Ну, нет, 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 ну, относительно премиум. Да, я понял. Так, хорошо. А почему, раз мы говорим, решаем вопрос несохранности визитки через QR-код, а напоминание о новых скидках, почему нельзя просто e-mail-рассылку делать или смс-рассылку с новой скидкой? Для этого надо иметь e-mail-адреса всех своих постоянных покупателей, садиться, выбирать их из списка, потому что создавать отдельный ящик и знать адреса e-mail всех своих постоянных покупателей. Да, CRM-ку. Да, то есть, ну, это им надо CRM-ку быть, по сути. Зачем, если вот ты сел, набрал одно сообщение текстовое, отправить моим постоянным? Ну, это почти то же самое, что в Excel-ке держать e-mail постоянных людей. Да, но когда приходят эти покупатели, тебе надо привлекать еще и новую. Тут сидит мужик, так, давайте, понеслось. А приложение, вот я не условил, почему клиент должен установить приложение? Потому что у него будет удобное хранение всех визиток. Не только вот этого конкретного покупателя. Он может сюда установить по категориям. То есть, он же, ну, у него не одна визитка. У него их много. Но это с развитием, естественно, продукта. И по категориям, там, продукты, там, если в какие-то магазинчики ходят. Свой парикмахер, свой сантехник, который рядом с домом за 15 минут прибежит. Свой электрик. Отдельно приложение для его маленького, отдельно для своего бизнеса, вот эти все визиточки и так далее. А уже комбайн начинаете делать? Ну, это не комбайн. Понимаете, вот если бы вы просто не посмотрели, где все написано, и у нас получается так, что прыгают моменты, вопросы. Но возвращаемся опять-таки к МВП. К МВП. Нам надо начать что-то продавать. В два клика устанавливается, ну, в два шага устанавливается приложение бизнеса. В два шага для клиента, покупатель устанавливает себе приложение, в один шаг устанавливает приложение, в второй добавляет себе бесплатную программу. Все. Ну, что-то напоминает сейчас кошелек. Каждый раз что-то другое напоминает. Ну, приложение кошелек. Понимаете, подтверждение спроса вот этого дела уже есть. Такие программы, но они созданы для очень крупных бизнесов, для крупных ритейлов и так далее. Хорошо. Все, тогда не будем, ну, чтобы не терять время, чтобы у других не воровать. Все, я понял. Хорошо. Тогда мы с вами еще раз созвонимся. Я просмотрю детальней вашу презентацию. Ну, я ее вам на вайдер сбрал. Хорошо. Все. Так, у кого еще есть вопросы? Так, вас не слышно, там надо включить микрофон. Павел. Здравствуйте. В общем, мне просто надо узнать, где мне собрать людей для команды. То есть это будет, это я их смогу найти уже. Я читал, читал в Телеграме в канале, там будет каворкинг, или можно посещать каворкинги и там найти команду. Это как вариант, да. Но сейчас у нас коронавирус, почти все закрыто, там их сильно не найдете. Сейчас виртуальные сервисы. Первый сервис, который легко, ну, специально сделан для того, чтобы, для того, чтобы находить партнера. Он называется CoFounded. Сейчас проверю, как правильно пишется. Вот такой. Это вам, чтобы найти партнера. Вы пишете, кто вам нужен, там программист, либо маркетолог, либо еще кто-то. Ага, не туда. Это в Беларуси? Нет, это не в Беларуси, это международный сайт. Ну, сенгевский. На русском там все. Чати скинул. Ага. Сейчас, еще вопрос. Получается, можно уже проверять, ну, то есть MVP запускать, да? То есть тестировать. Нужно всегда начинать с MVP, которую за неделю нужно сделать. То есть уже можно начинать это делать, да? Да, конечно, нужно. Ага, ясно. Я понял. Ну, окей, больше вопросов нет. Нет. Ну, поэтому, ну, мы и говорим, что мы возьмем, кто быстрее, ну, как бы, будет заниматься этим-то, да-да. Хорошо. Ясно. Ну, благодарю за ответы. Все, больше вопросов пока что нет. Хорошо. Так, у кого еще есть вопросы? Так, у меня есть. Хотел проконсультироваться по своему проекту. Давайте. Так. Андрей зовут. У меня проект Booksharing. Это приложение, там, по обмену и передачи книг, да. Ну, приложение, в котором можно делиться книгами с друзьями, либо другими людьми в своем городе. Что и тенью я услышал. Да, дальше. Да. Сейчас, на данный момент, прохожу, не прохожу. Так, расскажите, вот, видел проект. Первое, я не вижу ценности измеримой, за которую можно платить. Ну, что он экономит? Ну, вот, я сегодня днем вам в Telegram скидывал. Я CastDev проводил, и там как раз по каждому сегменту ценностное приложение. Уже есть там покупатели, и вот как раз его я про CastDevil. Все, есть, грубо говоря, те, кто могут платить деньги. Уже те, кто купили, да. Да, да, да. Уже те, кто купили, или готов купить? Купили, и вот я как раз с ним поговорил. Так, и сколько вам заплатили? Ну, вот, за месячную подписку он заплатил доллар 29 центов из Австралии. Юнит экономика сходит, как вы думаете, будет сходиться? Да, будет. Почему? А, я считал. Ну, так, расходов нету, ну, только там. Самые большие расходы – это реклама. Привлечение вот этого одного чучумбрика. Да, вот пока что вот сам САС этот как не считал, потому что, по сути, я на него ничто не тратил, только вот он сам нашел в поиске сайта. Хорошо, и кратко, значит, они гуглили как-то информацию, да? Да. Ну, вот я в Телеграме скинул там Excel, в принципе, даже он скрин скидывал. Они гуглили, и этих, кто гуглил, сколько их приблизительно человек? Ну, сейчас семь. Что семь? Человек. Нет, это которые, наверное, вы пообщались, или что? Или классно? Нет, которые вот с гугла. А которые, сколько их вообще ищут? Ну, делали ли срез, анализ спроса через Google, там, Keywords, либо Wordstat, Яндекс? Вот именно по запросу, там, Booksharing я смотрел, но это не очень большая цифра. Все правильно, потому что это такая, ну, вещь, которая людям в голову не придет. Они решают проблему. Вы решаете какую проблему? Так, ну, вот, допустим, для этой девушки, для одной, которая вот купила, у нее проблема была, она ходила в свою библиотеку локальную. Она читает только нон-фикшн литературу, на это в основном она там в диджитал-маркетинге работает, и она в основном читает там профессиональную литературу. И вот она ходила в свою локальную библиотеку, но потом у нее новых книг там в эту библиотеку не завозили. Она начала там искать, где это еще можно найти, нашла наше приложение, оплатила. Ну, а так, пока нету книг в этой ее библиотеке, она покупала новые книги. Значит, это люди, которые хотят именно бумажные книги? Да, именно бумажные. Именно бумажные, все. И таких людей надо проанализировать вам, правильно? Сколько? Да. Все. Поэтому, ну, ставьте задачу, проанализируйте, сколько их. Инструменты Google Keywords, Яндекс.Вордстат вам в помощь. По аналогичным запросам. Не, давайте так, вы заменяете что-то. Вы заменяете обычную библиотеку. Либо библиотеку, либо покупку новой книги. Либо покупка бумажной книги. Да, бумажной. Грубо говоря, там книга Озон, а не Литрес. Да, да. Все, хорошо. Ну, по сути, Литрес – это тоже такой конкурент. Но он электронный, но он же продает только электронный. А вы говорите, что у вас только бумажный. Значит, это не конкурент ваш. Ну, в принципе, да. Но какие-то там люди, наверное, это сложнее. Какие-то люди и то, и то читают. И электронный тот совмещает. Возможно, да. Все вам нужно проанализировать. Все. Ну, если есть продажи, все, мы можем уже работать. А, ну, просто пока никто не связывался, и вот поэтому. Слышу. Да, все, букшеринг. А давайте мы вас... Я сразу же буду помечать. Так, и еще такой вопрос. Я сейчас в России, и вот в воскресенье границы закрыли с Беларусью. Да, слышал. И вот. И самолеты только дорогие теперь стали летать, и у вас, да, проблемы тоже с нашими трекерами. Вот пока непонятно, когда откроются. Ага. Будем решать вопрос. Так, что-то не могу... Так, а фамилия как у вас? Финогеев, Андрей. Так, ну вот тут, наверное, в зуме написано. Финогеев. Странно, не могу вас найти по базе. Ладно. Может быть, на английском написано. Хорошо, напишите потом мне сразу же в личку в Телеграме, чтобы я вас сразу добавил. Хорошо. Так. Спасибо. Пока что вы потенциально проходите. Угу, понял. Но, как я и говорил, еще раз, акцентирую внимание, у нас идет по приоритету. Если там случайно вас кто-то выдавит из-за того, что у него там более высокий уровень проекта, то, да, все. Ну, понял. Будем конкурировать. Спасибо. Так. Игорь, еще такой вопрос. Я потенциально прохожу, или мне надо все-таки обратная информация? То есть обратный... Да, давайте, смотрите, по-любому нужно обратное, чтобы вы можете набрать мне еще раз. Ну, у вас проблема, вы говорите, вам нужно быстренько сделать MVP. Да, и все. Вот, все, тогда наберете мне, там уже, наверное, завтра, ну, либо в выходной, любой, там, послезавтра, и мы с вами уже более конструктивно пообщаемся. Окей, хорошего вечера. Все, возьмем. Дальше. Так, у кого еще вопросы? Олеся, добрый вечер. Вас не слышно. Игорь, здравствуйте. Да, добрый. Я вам написал в Телеграме, отправил вам новую идею для стартапа, могли бы вы посмотреть и дать, может быть, какие-нибудь комментарии по нему. Так, я видел, что мне, да, стоите в очереди тоже. Ну, вот у меня сейчас, у нас сейчас новая идея появилась, и мы думаем ее развивать. Я вам сегодня вот ее описал, в личное сообщение. Там про дисконтную программу. Так, это работает. Могу вам еще раз написать, чтобы проще... Не, я уже читаю ее. А, хорошо. Так, и возвращай. Так, у вас дисконтная программа, да? Да-да. У вас конкуренция, ну, просто вот с предыдущим стартапом, еще тысячу стартапов, и еще различные кэшбэки, которые, можно сказать, это тоже дисконтная программа. Люди не сильно хотят пользоваться этим. Но вот это вот все, оно идет конкретно в своем сегменте, например, конкретно в своей сети. Они делают какие-то дисконтные программы, какие-то скидки, все внутри одного, например, магазина. А мы хотим сделать, чтобы человек не таскал в своем кошельке по 100 карт, сделать все в одном. Возможно, потом это как-то... Тогда еще раз. Вот возвращаю, называл проект, называется «Кошелек», который уже года три с половиной. Мы его тоже помогали запускать. Как вы можете конкурировать с ним? Они просто что делают? Тупо оцифровывают обычные дисконтные карты. И если магазин увидел, что его электронная версия карты есть в этом приложении, то оно отправляет всякие пуш-уведомления этому человеку о новых акциях, чтобы привлечь людей. Проблема в чем вот в таких вот приложениях, о чем вы говорите, в том, что большое количество магазинов не принимает такие карты. Я прихожу, показываю там в Еврике, допустим, эту карточку, и ее просто не пробиваю. Да, она у нас была на Россию. У нас проблема, да, до сих пор есть. Про Беларусь. Мы хотим ее решить. Мы с Лешей готовы решить. Но вы же учитывайте, если стартап, это зарубежные рынки. Беларусь – это вообще не рынок. Да-да-да, согласны. Но плюс к тому, вот эти программы мы хотим сделать, чтобы оно было общее среди всех магазинов. Например, ты, покупая в одном магазине, получаешь какие-то бонусы, и этими бонусами можно было платить в другом магазине, чтобы магазины были связаны между собой, но при этом не сотрудничали, а вот через наше приложение. Возможно, в дальнейшем, чтобы это масштабировать как-то вот в такой платформу для покупки уже каких-либо товаров или услуг из дома, не выходя в эти магазины. Вот как бы такое вот. Не, видение хорошее, прекрасное. А вот теперь еще раз. Самое сложное – это заставить конечного клиента воспользоваться вашим приложением. И потом, чтобы он после обновления системы или телефона опять установил его. Повторно. Оно не должно такую ценность сумасшедшую нести. Еще, как вариант решения, есть это использование чат-бота. То есть, мессенджер у человека в любом случае будет, если он остался, если вы говорите про какую-то установку телефона, приложения. Чат-бот построить дешевле. Мы реально за неделю сделаем МВП и покажем его. И он уже в разработке. Это один момент. И пользоваться в мессенджере, да, не всем удобно, но есть много мессенджеров. У нас есть Телеграм, Ватсап, есть Вайбер, есть Фейсбук. За счет этого масштабируется легко и просто. Ты написал один раз, потом просто прикрепляешь к другому мессенджеру. Система у всех одна, мессенджеры просто разные. Кто-то пользуется Вайбером, кто-то пользуется Телегой, кто-то пользуется Ватсапом. Да, но я пока что не понимаю ценность. Зачем человеку даже давать кому-то телефон свой, номер телефона? Через приложение, смотрите, через чат-бот он может отслеживать количество баллов, его свои покупки. Он может посмотреть акции каталог, по геопозиции отслеживать ближайшие магазины. Он может, то есть там еще есть дальнейшее углубление в такую более интересную программу касаемо доставки. Там тоже еще интересная такая идея, немножко в Америке такая есть, и мы хотим как бы тоже посмотреть. Так, давайте еще раз. Одна, ваша одна идея – это одна задача выполнена, одна ценность. Вы опять меня называете комбайн. И вот это будет и это, и это. Это просто то, что будет входить в приложение. Просто основная цель – это заменить десяток карт на одну. Все, десяток карт – это кошелек приложения. Еще раз говорю, проблема вот в чем кошелька, в том, что не все карты принимаются. Не все карты можно добавить, не все карты, когда ты уже добавил ее. А у вас почему она будет добавляться? Потому что между магазинами, то есть магазин и мы, будем составлять какой-то договор о сотрудничестве. Получается, магазин рекламирует свои карточки и как нас, участников. И то же самое за счет того, что какой-то магазин начал рекламировать, другие магазины тоже. То есть это интересно, как будет, как крупным игрокам в магазинах, любого. То есть любого, как одежды, как и вещей, как электротехники, любого. Также и услуг развлечения туда тоже можно сходить. То есть всякие батуты. То есть это тоже могут быть участники дисконтной программы. За счет этого мы сами себя рекламируем. То есть наш клиент, как магазин, он сам нас рекламирует. То есть за счет того, что… Я все понял, да. Пока что непонятна ценность. И плюс к тому, например, есть магазины, у которых нет своей какой-то дисконтной программы. Чтобы им это все не делать, не разрабатывать какое-то программное обеспечение, они могут просто брать подписку, оплачивать… Давайте, чтобы не рассказывать просто про какие-то магазины, сфокусируемся. Это крупные сети или это маленький магазин, который открыл один предприниматель? Вот здесь идет больше история о том, что это те магазины, у которых нет своей дисконтной программы. Это какие-то небольшие сети. Ну, мы не берем евроопты. Мы не берем евроопты, мы берем, например, кофейни какие-то. Мы берем что-то вот кондитерские. Там, где это не сильно практикуется, где этого, в принципе, вот в таком представлении еще нет. Так, ну вы представляете, у вас B2B, и что-то сейчас выглядит почти как проектный бизнес, где вы приходите и говорите, а давайте мы для вас разработаем… Это и B2B, и B2C, потому что… Это понятно, что B2B, и B2C. Да, но вы же должны понимать, кофейни – это франшиза, это один владелец. С одним договорились, второму вы нужно тоже договариваться. Это не Starbucks. Да, да, да. Поэтому у вас будут очень большие издержки на подключение мелких клиентов. А маржинальность у вас тут будет минимальная. Вы же хотите, небось, что там, брать абонементскую или брать комиссию? Мы хотим брать… Мы получаем от магазинов какую-то фиксированную скидку. Даем, к примеру, пользователям 70-60% от этой скидки, а 30% делим пополам и переводим их в баллы для этих же пользователей, чтобы они с помощью этих баллов, которые подкреплены реальными деньгами, могли платить уже в других магазинах. То есть вот сейчас, что касается конкурентов, у них нет такой системы, когда, покупая в одной кофейне, мы получаем баллы и можем ими расплатиться, например, в той же кондитерской, которая находится через дорогу. А это будет за счет вот разницы в этих процентах, которые будут часть уходить нам как прибыль, и часть переводиться в баллы, которые начисляются пользователям. Ну, баллы или кэшбэк деньгами, я просто разницы не вижу. Ну, кэшбэк – это же деньги получают назад, и он может ими как хочешь войти. А баллы, они конкретно вот внутри этой сети. Сеть мы имеем в виду не конкретный бренд, а сеть магазинов-партнеров. Ну, я понимаю, все. Ну, что-то вы похожи на Яндекс.Деньги, которые недавно ввели тоже баллы, и можно рассчитываться. Ну, да, наверное, да, но да, возможно. Не знаю, как это там работает. Ну, пока что, смотрите, прийти в кофейню, согласен, вы сможете продать. Людям воспользоваться вашим сервисом, ну, сложно. Плохая измеримая ценность. Я понимаю, например, какой-нибудь все лезут как там по купонам. Как они по купонам у нас в Белоруссии это называется? Сливки. Сливки. Там понятно, там 50%, 70%. Люди готовы туда зайти, не установить приложение, а просто зайти, чтобы воспользоваться. Так все равно в любом случае сейчас люди покупают эти карты. Ну, на них есть спрос в том понимании, в котором они сейчас находятся. То есть это какие-то пластиковые карты, либо это картонные бумажки, куда ставятся печати, и седьмая покупка бесплатная. Люди же все равно это приобретают, потому что они знают, что они вернутся сюда и получат скидку, что им это надо. А мы хотим вот именно такое видение заменить на более удобное, на более современное, возможно. То есть люди на кассах, в магазинах все равно покупают дисконтную карту, чтобы потом воспользоваться этой скидкой. Это сейчас есть. Например, у меня в кошельке там 10 карт. Мне вот это не сильно удобно. Хорошо, давайте так. Я вас тоже отправлю на кассдев. Я просто знаю, какая там на самом деле проблема, но я вам не могу ее озвучить. Идите, найдите продукта, а лучше маркетолога, маркетолога, и пока сдэвьте его. И вы узнаете, проблемы какие там у них. Почему они вводят, не вводят приложения, а до сих пор вот эти вот пластиковые прошлый век карточки? Проблемы именно как магазинов или проблемы? Магазинов, магазинов. Не, магазинов. Почему? Вы же там можете, ну там на самом деле много чего решать можно. Много было интересных проектов. До сих пор этот вот, ну там есть одна большая проблема. Вот увидите ее. Про кассдевьте, просто кассдевьте обычная. Лучше всего, кто вам точно ее назовет, у кого большой ассортимент особенно, они вам назовут ее. Это обычные продуктовые магазины. Вот к ним идите. Да, хорошо. И вот еще в том, что я писал, там галочка стояла на самом конце. Вот, мы думали еще дальше, как развитие этого приложения, организация какого-то сервиса доставки. То есть, когда человек не привязан ни к какой организации, а может сам оплачивать, оплачивать просто, как это называется, оплатить абонемент на приложение, ну вот как Яндекс.Такси, только для доставки. Доставка всех товаров на различных магазинах. Только одно общее приложение, когда человек ни на кого не работает, а занимается это самостоятельно. Так, ну я пока что не понял, не уловил мысль. Давайте еще раз. Вот я кто? А вы кто? Ну вот я человек, который что делает? Ищет себе как заработать или хочу заказать какой-то продукт? Да, человек, который хочет сейчас сегодня, например, заработать денег, и почему бы мне не подоставлять товары? Ну вот как принцип... Как обычный водитель Uber такси. Да, вот да. Только без машины. Без машины, без каких-то вот прав, там категорий, еще чего-то, да. Просто на доставке. Не людей, а продукции. Хорошо. И почему этот вот... Он заходит в приложение и пошел работать, да? И вы хотите сделать такое приложение? Мы думали это продолжать как ту историю с дисконтной программой. Нет, это совсем другая история. Нет, это совсем другая. Это отдельное приложение. Ну да, была просто еще такая мысль. Хорошо. Вы хотите сделать Delivery Club? Наверное, да. Как российский, да. Ну и что мешает сделать? Ничего. Просто вот посоветоваться хотели. Посоветоваться. Просто это же такой процесс довольно-таки трудоемкий, если мы начнем это делать и в итоге окажется, что это... Я понял, да. Значит, смотрите. Вам придется конкурировать с чем? Сейчас все столкнулись с проблемой то, что спрос на услугу доставки сумасшедший. Доставщики сейчас получают больше, чем программисты. Люди, которые хотят доставлять, их на самом деле не так много. потому что это считается ну, такая, назовем так, грязная работа. И они в основном привязаны к каким-то организациям. То есть, ну... Не обязательно к организациям, они в основном привязаны к локации. Ну да, наверное, да. К локации, которые магазинов рядом, которые доставляют, чтобы он пришел и сразу же поехал там 20-минутная должна быть шаговая доступность до магазинов вокруг себя. Делать можно. Спрос есть. Думайте, как самое узкое ваше будет место. Это найти людей, которые будут хотеть работать доставщиками. Курьеры. Тут, да, большая проблема, как это потом подать, как это... Тут маркетинг. Тут нужно вам прямо находить, какие у этих... Ваш клиент будет, ваш клиент на самом деле будет, это курьеры. Вы им должны продать свою услугу. Да, да, да. Чтобы они пошли к вам. Потому что вы должны понимать, что этот человек не просто как за 5 рублей в час просто грузчик, который наняли на один час. У вас будет гораздо более сложная система, потому что этот человек должен и кроме того, что доставил, он должен еще брать деньги и работать с отзывами. А это значит обучение. И это значит, вы должны обучить, и он должен все время ходить как можно чаще. Все, ваш клиент вот этот, и ваше узкое место там будет. Да. Проект интересный. Вам быстрее нужно делать. Пробуйте привлечь первых курьеров. Найдите один магазин, который захочет, которому нужно доставщики, и вокруг него попробуйте найти доставщиков. И вот здесь тоже же ведь может быть MVP-шка, как чат-бот. Нет, именно вот как... Зачем чат-бот? Зачем чат-бот? Именно что не приложение? Да, телефоном записную ручку взяли, эту тетрадку написали, номера телефонов курьеров, им тарабаньте и говорите, появился заказ, быстрее беги. А, ну это да, это просто понять, как это работает. А именно вот на начальном этапе, если уже запускать... Это вы уже продукт пытаетесь запустить, прототип сделать. Вам нужно MVP, то, что делается за неделю. Все. Хорошо. А в таком случае вот с такой вот темой можно ли продвигаться в акселераторе? Да, можно. Хорошо. Вам написать еще? Да, напишите именно, что вы хотите, именно вот с этим сфокусировано. Но давайте так, чтобы мы вас точно взяли, быстренько делайте MVP первых клиентов. Найдите один магазин и к нему попробуйте найти курьера. То есть это вот, как вы сказали, абсолютно такая телефонная история. Потом вы будете все автоматизировать, все, что можно автоматизировать. Да, хорошо, я тогда вам еще раз отпишу. А вот по сервисам вы все-таки больше склонны, что это... Я не верю, что там вы заставите. Просто у вас сложная MVP-шка будет. Попробуйте. Ну, там ценности мало. Ну, вот хорошо, мы попробуем провести тогда этот казан. А вы знаете эту проблему? Знаю. Да. Потому что, если я вам скажу, ваш мозг скажет, да нет, он ничего не соображает, он просто хочет специально завалить наш проект. Вы должны услышать это от клиентов. Все люди ошибаются, может быть, я тоже ошибаюсь. Хорошо, мы вас поняли. Я вам тогда еще отпишу. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я наконец-то разобралась со своими девайсами и, наверное, меня наконец-то слышно. Да. И даже видно. Мы с проектом «Шпарки кошек». Может быть, вы помните нас? Помню, помню. прочитали. Вот. Ну, первый раз с вами общаемся непосредственно, поэтому хотим обратную связь. Так. Сейчас. Пометки открываю. Так. Когда вы делали опрос, наверное, вы еще не знали про КАЗДЕФ. Нет, мы еще не знали про КАЗДЕФ. И вы спрашивали, будете ли вы пользоваться. Спрашивали, но у нас были и правильные вопросы в том числе. Были. Повезло, да? Да, да. Были, были. Повезло, да. У нас был очень обширный опрос, у нас прям было много-много вопросов, и, к нашему удивлению, откликнулось больше 300 человек на опрос, и с удовольствием его прошли. Вот. Давайте вот так за одно предложение попробуйте рассказать вашу, не вашу, а какую проблему вы решаете. Мы решаем проблему экономия времени и денег. Как мы предполагаем, наши целевые аудитории это женщин с детьми, ну, семейных женщин и с мужьями. Вот. Хотя у нас сейчас появилась идея, что, возможно, эта же тема очень будет интересна как раз-таки парам без детей, которые еще только начинают свою кухню, вот, которая у них еще не устоялась, и поэтому вот они хотят, скажем так, упорядочить что-то на кухне, чтобы не было импульсивных покупок, чтобы не портилась еда в холодильнике, чтобы была какая-то структура приготовления. А галлюцинировать вы хорошо умеете, я понял. Целевая аудитория у вас другая совсем? Тоже не буду говорить, вы должны сделать что-то типа лентинга, и потом, когда будете опрашивать, расспрашивайте именно вот этот путь, расскажите, что вы делали последнюю неделю, последний раз, например, как это происходил процесс, и заодно расспрашивайте, кто это они, как они работают, чем они занимаются, чем они дышат, чтобы вы поняли вашу целевую аудиторию по проблемам. Это у вас будет не географический, не полудемографический и возраст, а там будет другая вещь. Скорее всего, какая-то профессия, возможно, вы имеете в виду каких-то... Это люди... Ну, смотрите, по профессии человек не гуглится, человек гуглит какой-то запрос, какой? Как вы будете находить ваших клиентов? То есть, как нас будут искать? Да. Ну, это сложный вопрос, потому что моя команда настаивает нас, ну, типа, список покупок, да? Мне кажется, что это не совсем верно. Так вы возьмите прогугли, так вы посмотрите запрос. Никто список покупок не будет гуглить. Вот, потому что список покупок – это занимает минуту проверить Wordstat и Google Keywords. Есть ли такие вообще запросы? Если есть такие запросы, а возьмите тогда быстренько сделайте, слепайте на тильде лендинг, соберем там вам список покупок и посмотрите, конвертируется или нет. Если конвертируется больше 5%, значит, там ваша целевая аудитория. Если не конвертируется, значит, это не ваша целевая аудитория. Значит, они как-то по-другому искали. Поэтому, как правильный каст-дев, это вы спрашиваете, как вот этот путь он делал полностью, как он забивал, чтобы решить свою проблему. И прямо спрашиваете, он говорит, я прогуглил, а вы спрашиваете, а какой запрос вы вбивали? Ага, все. Понятно, спасибо. Стартап ваш интересен, но больше вот этих вот правильного каст-дева. Игорь, еще можно минуточку внимания. У нас тоже, возможно, еще один проект мы могли бы вынести как бы на акселератор. Стоит ли идти с двумя вообще проектами? Ну, мы сейчас проработаем, постараемся. Да, конечно, многие стартапы по 5 проектов и только, ну, это же ваше, давайте, проект – это гипотеза. Ну, да. Срабатывает одна из 10. Все, значит, чем больше у вас гипотез, тем, ну, больше вероятность, что какая-то из них работает, сработает. Могли бы быстро дать обратную связь по второму проекту? Спасибо. Мы хотим сделать еще, как это называется, трекер целей, которых, возможно, очень много, то есть и планировщик, ну, шаблонный планировщик недели по ролям, то есть каждую неделю, каждый день недели планируется по какому-то шаблону, который ведет к определенным целям, вот, и там я могу принимать какую-то роль, ну, то есть день планируется в определенной конфигурации, как бы, ну, интересный подход, который у Стивена Кови где-то был подсмотрен, вот, и если бы это можно было бы автоматизировать, было бы, возможно, очень интересно. Вот, стоит ли вот в эту тему копать вообще? Это мы сейчас говорим не про тенис, не про что, вот. Да, да, это совершенно другая вещь, это трекер целей, именно, я вот, допустим, в течение дня могу быть, скажем так, человеком, который играет в теннис, там, папой могу быть, могу быть учеником, там, ну, и разные, вот, и под, это все выделяются определенные квоты времени в разные дни, то есть все это разбивается в какие-то сферы деятельности, к примеру, ну, то есть, так вот, я это, как бы, я понял, значит, смотри, первое, что я не знаю, для того, чтобы мне, ну, подсказать, что я там ошибаюсь, не ошибаюсь, там, мне нужно сказать, вы проверили, ну, быстренько проверить спрос, но спрос есть, да, то есть, это скачиваемое приложение, люди, что такое скачиваемое, вы берете Яндекс, Гугл, смотрите этот, вот, ну, да, 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 это есть, потому, что, если, бывает, смотрите, вы ошибаетесь и смотрите просто какое-то приложение, думаете, вот, есть такое приложение, им пользуются, и оно, скорее всего, решает такую проблему, оно решает совсем другую проблему, бывает, есть там вот эти вот все бизнес-календари, это одно, как бы, есть гол-трекер, так называемые, они ищутся тоже в Пеймарке, давайте так, вот, смотрите, Яндекс, Вордстат, Гугл, Кейвордс, смотрите, спрос, на околоземные запросы, смотрите, вообще интересно или нет, смотрите, сколько там средний чек, и вообще, готов, ну, вам достаточно ли этих денег, зарабатанных, если будут вам платить? Ну, да, тут на самом деле спрос есть, как бы, очень много приложений, вот я первая попавшаяся сейчас в Плеймаркете нашел, 100 тысяч скачиваний у него, как бы, с платным контентом, и их там очень много, то есть, конкуренция там серьезная, но у нас совершенно другой подход будет, который будет более эффективен, Я понял, так, мы забываем про приложения пока что, да, мы на низкий, самый-самый низкий уровень, когда у вас родилась, давайте, алгоритм какой-то идеи, вы сначала смотрите просто Яндекс, Wordstat, Google, Keywords, да, количество запросов, да, и смотрите, их достаточно или нет, при условии, если вы, у вас нету измеримой ценности, то это конверсия в один, максимум, 5 процентов из тех запросов, которые сделали, в те, кто вообще перейдут на сайт, да, да, начнут пользоваться, ну, понимаем, это очень низкая, этот вот конверсия, если у вас большая польза, просто я тут не вижу, какая ценность, что тут экономится, максимально построить свой день, как бы, по определенному алгоритму, и что мне это решит, какой вопрос, ну, как бы, ну, я буду работать в каком-то определенном, как это, помнить про все задачи, повышу свою эффективность, буду понимать, как лучше перейти к своей цели, и так далее, ничего не принесло, планировать свой день ежедневный, я понимаю, а измеримая ценность, польза, какая будет для него, ну, измеримая, измеримая, это, я сэкономлю время, я там деньги сэкономлю, деньги не сэкономлю здесь, правильно? Деньги, ну, да, деньги не сэкономлю. Время, время, а сколько времени я сэкономлю на этом приложении, а вдруг мне нужно просто прочитать книжку какую-то, кови того же. Не, ну, это предусматривается, да, на это все дело, это все там есть, ну, что я здесь сэкономлю, тут, наверное, не экономия, а на повышение эффективности своего дня, планирования. Я не знаю, как лучше называть. Эффективность, смотрите, эффективность, это эпитет. Что такое эффективность? Я понимаю, да, тут можно галлюцинировать, придумывать все, что угодно. Да, это что, что это вот, если вы говорите, ты сможешь, вот поставил цель, найти работу и гарантированно найдешь работу за такой-то промежуток времени, класс, тут все понятно, измеримо. Может такое приложение такую задачу решить? Ну, да, конечно. Или какие задачи? Может быть, вам нужно сфокусироваться на определенное решение определенных задач, например, подготовиться к экзаменам, и оно будет там, даст какой-то алгоритм и плюс будет пушить его. Ну, я понял, да, то есть, опять же, надо продумать именно вот эту ценность, чтобы... Да, вот прямо измеримо она должна быть, чтобы вот человек увидел и понял, что оно дает. Окей, спасибо, спасибо. Тогда, ну, подумаем тогда, потом вам на суд вышли. Спасибо. Так, дальше. Давайте смелее. все уверены, что их берут, да? Остальные. Может быть, у кого-то есть вопросы, как внутри устроен акселератор? Думаю, да, было бы интересно. ну, лично для меня, например. Так, я не уверен, но стеснительный. Так, Артур, включите, пожалуйста, звук. Я здесь. Да, какой у вас вопрос? У меня вопросов нету, я пока слушаю и наблюдаю. Так, ну, смотрите, так, ну, у вас был вопрос, вы присоединяетесь к тому, что, как устроено? Да, конечно, ну, мне, в принципе, интересна эта вся механика, чтобы потом я мог рассказать своей команде, то есть, в принципе, это что ждет и что требуется. Да, значит, смотрите, как выглядит внутри вот этот вот акселератор. Значит, вы все работаете недельными итерациями. итерация, это значит недельными какими-то, ну, кто-то спринтами их называет, кто-то как-то, кто-то поэджайл их вот сравнивает. Но это значит, что каждую неделю вы должны делать какой-то результат. Результат это проверка гипотезы. Вам профессиональные, вот, вы видели семинар там по Столыпину, который показывал, как гипотезы вот эти формировать, генерировать. Вас учат быстренько создавать, придумывать бизнес-идеи, чтобы они были не галлюцинированные вот такие проэффективность, качество, а вот именно с результатом по смарту. Смартом вы услышали, что такое смарт, что это вот цель, которая имеет там измеримую вещь, измеримое во времени, достижимое и так далее. Но ей, чтобы пользоваться ежедневно, нужно, чтобы вам все время корректировали и говорили ошибки, которые вы допускаете. Это могут говорить только опытные предприниматели которые там либо запускали бизнес, либо там имеют бизнес и которые используют эти механики. Поэтому первое, что мы вас учим, это любую фразу, которую вы будете изо рта произносить, она будет связана со смартом. Все. Вы маме будете что-нибудь отвечать и только теперь по смарту. и таким образом вы сразу же заражаете всех вокруг и свою команду и она начинает уже не галлюцинировать, а нормально формировать гипотезы, вот эти бизнес-идеи. Дальше вы перебиваете. Это извиняюсь, просто хотел уточнить, я правильно понял, то есть к нам будет представлен определенный человек, который нам будет давать в кавычках техническое задание, и мы перед ним будем это техническое задание, то есть ему давать отчет по нему проделанную работу. Немного не так, смотрите, в начале недели с вами личный бизнес-наставник полностью работает опытный предприниматель, которому мы обучили, ну не только которого обучили, а который мы привлекли, потому что у нас еще нет опытных трекеров в Беларуси, это будут скорее всего из России, либо зарубежные, но русскоговорящие, он вас будет с вами помогать формулировать разные бизнес-идеи, видения, стратегии, узкие места, такие вещи, которые обычно вы даже не задумывались, и он вам просто подсказывает, вы формируете, говорите, у меня есть вот такая идея, вот надо делать такую-то MPVP-шку, он говорит, подождите, так тебе может быть нужно сформулировать бизнес-идею вот так, потому что если ты ее реализуешь, то ты ничего не проверишь, в большинстве случаев так происходит, вы делаете, а потом оказывается надо ее еще анализировать и измерять, и потом оказывается, что нечего измерять, вот, это и он только в начале недели, потом еще раз и в конце недели еще, и в конце недели это будет уже другой супервизор, и плюс среди недели будут эксперты по запросу, которые, например, вам нужно всем уметь делать, например, лендинги, ага, значит, будет эксперт по лендингам, будет, вам нужно всем настраивать рекламу, эксперт по настройке там контекстной таргетированной рекламы, это среди недели, а по в начале там, середине и в конце недели у вас будет личных два бизнес-наставника, дальше, смотрите, я правильно понял, то есть мы приходим с определенной идеей, но эта идея, скажем так, она больше в процессе и эволюционирует, может быть, это абсолютно другой продукт, чаще всего это так, в 90% случаев, это называется пивот, вы это делаете, да, так, если мы прям колоссально уверены в своем продукте, делали КСДФ, ну, если честно, сделали его неправильно, больше он был акцент на продаже, но мы получили отклик, то, что это рынку надо, есть, пускай это будет демо-версия, то есть, ну, демо-версия в плане дизайна, потому что еще дизайн не соединили с программным обеспечением, то есть, там есть так, у вас стадия какая, нету продаж еще? Есть, я сейчас скажу, то есть, наш софт, он сформирован на том, то, что появилась пандемия и она сформировала, извиняюсь, не сформировала, а внесла в корректировки в рынок. Мы занимаемся тем, то, что занимаемся передачей звука для автокинотеатров, на данный момент существует всего лишь два вида, то есть, это либо локальные аудиосистемы, либо передачи FM-частотой, при опросе, да, то есть, при опросе интервью, я не знаю, правильно назвать, неважно, как назвать, это с оппонентами, то есть, мы получили обратную связь, потому что, да, в принципе, они хотели бы получить более современный звук, который бы отвечал данному времени, то есть, когда уже звук был бы не FM, а звук был бы дигитал, передавался, когда коммуникация шла бы через какой-то определенный софт, максимально упрощенный для пользователя, чтобы им было удобно пользоваться, то есть, именно интуитивно. Да, и то есть, они, в принципе, готовы платить за это деньги, то есть, самый крупный московский автоконтеатр готов, чтобы демоверсию, когда она будет хотя бы более-менее в рабочем состоянии, тестили на его территории. Так, я это все помню, да, продаж у вас нету, но есть договоренности. Да, но у нас Тайсофт не дописан в связи с тем, что на стадии его написания пошел раскол. Я все помню, да, смотрите, значит вам нужно сделать быстренько MVP-шку, чтобы продать. Договоренности о покупке не считаются, все люди врут. У вас еще и B2B бизнес, поэтому цикл сделки у вас большой. Сначала вы договариваетесь, потом вы подписываете договор, потом этот договор попадает к юристам, потом в бухгалтерию, в бухгалтерию он застревает, потому что денег нету. И оказывается это не ваш клиент. Ну, у нас стратегия такая, то что, ну, я ее прорабатывал, то есть и там было больше семи вариантов монетизации. Самый оптимальный вариант, когда они платят, это первый небольшой взнос, это когда под них делается дизайн, то есть это брендинг, потому что продукт работает на, я не помню, как правильно называться этот код, но при попадании на сайт он работает как сайт-приложение, вот Телеграм так работает. То есть работает, опять-таки же, это внутренняя сеть и они платят за подключение, то есть подключился пользователь, то есть у них списываются деньги, то есть мы выставляем им счет, ну, что-то типа дебюторской задолженности. Я стараюсь сейчас максимально это все просто говорить. Правильно, так и надо. Вот. То есть, да, вот механика на всех устраивает, когда они платят разовую сумму за то, что им оказали определенную услугу, которую они видят и в дальнейшем они платят за каждое подключение, с которого они получили уже деньги. хорошо. Да, все максимально просто, то есть. Так, ну, у вас узкая, ну, получается, проблема якобы сейчас это, чтобы получить деньги, чтобы получить деньги, нужно сделать вот этот прототип. Ну, смысл какой, то есть, сам прототип, в принципе, если одна часть команды, которая сейчас со мной работает, и вторая часть, которая откололась и пытается как-то все монетизировать своими способами, то есть, если их подсоединить, то это уже будет готов прототип рабочий. Ну, да, вот в этом трудности сейчас получается. То есть, когда я давал заявку, тогда мы были еще как-то вместе, но к ноябрю месяца все, мы раскололись, то есть, вот так получилось. Я понял, ну, потом напишешь, я же говорил, дам программистов. Да, то есть, да, это есть понимание, это что, как делать, то есть, есть понимание дальше, как ему продаваться, и есть понимание дальше, как с этого софта делать все дальше ветки развития, потому что рынок автокинотеатров, их там плюс-минус около тысячи, это по всему миру, основные находятся запад, ой, извиняюсь, да, все правильно, это запад Европы и Штаты, где они присутствуют. Так, хорошо. Но при этом в СНГ, то есть, они стали платиться как грибы, то есть, мы даже, если будем втреть по Минску, в этом году не было ни одного, открылось одновременно четыре. Уже четыре. Хорошо. Ну, все понятно, все, будем дальше работать. Все, в принципе. А, такой вопрос, какой будет далее алгоритм действия? То есть, я думаю, этот вопрос столько меня волнует, и ребята, которые смотрят, будет какая-то отклика, обратная связь, нужно ли выслать презентации? презентация это вещь, которая никому не нужна, она нужна только потом, когда вы будете выступать перед инвесторами. Сейчас это, не тратьте на это время, это никому не нужно. Тогда будет следующий вопрос, как будут рассматриваться проекты, и как будут, люди будут получать обратный отклик, то есть, им конкретно будет, допустим, написано то, что мы не принимаем ваш проект, это будет такое вежливое молчание. Нет, мы будем, смотрите, мы возьмем, наверное, напишем, кого мы точно берем, да, проекты, в общем чате, если вы случайно себя не видите, вы пишете караул, что, а почему меня не взяли? и мы аргументируем, почему не взяли. Да, но давайте так, еще раз, караул прямо можно писать, это если, ну, если у вас есть продажи, еще раз, видите, какое узкое место, потому что много проектов, да, мы уже их назвали, они даже не присутствуют сегодня, видите, мало людей из всех, потому что где-то уже человек 10-15, там 12-13, где-то так, уже команд прошли, потому что у них есть продажи, и они, их цель, это масштабирование. Тут же мне нужно выбрать, еще, мы смотрим, какие-то команды мы в приоритете возьмем, если у них два человека есть в команде, уже по сравнению с вашей идеей, ну, вот у вас есть идея, а у них есть идея, плюс два человека в проекте. У меня больше, то есть у меня есть девочек, ну, если, ну, если надо список команд, ну, человек, который в команде, кто чем занимается, его тоже могут выслать, и в принципе... мы пока что смотрели просто по заявке, если у вас стояла там, есть команда, это значит, ну, у вас, мы видим, что вы стоите в приоритете. У многих не было такого. Поэтому если вдруг посмотрите, когда вы отправляли заявку, там тот же у себя в ящике электронном крокет.орг вбейте, и посмотрите, вам копия пришла вашей заявки, посмотрите, если у вас случайно вы указали, что нету команды, а за это время у вас появилась она, тогда, ну, напишите, чтобы мы сразу же исправили у себя в базе, что у вас есть команда. Потому что у нас алгоритм, как я и говорил, сначала первая продажа, потом суть идеи, два человека, основателя. Команда, под нашим подразумеванием, это основатели, это те, кто имеют долю в проекте, а не наемные люди, которые сегодня есть, а завтра их нету, потому что закончились деньги. С этим понятно. Такой вопрос. Тем, ну, это, я буду сейчас говорить от имени от всех ребят, то есть, моделировать те вопросы, которые, в принципе, будут совсем интересны. То есть, в принципе, если у кого-то образовалась команда за промежуток времени, пока они подавали заявку и пока они, вот в этой дельте, пока они присутствуют, сейчас они могут отписать вам в личное сообщение то, что у них появилась команда. Да. Ну, почему, давайте еще раз, почему нам важно, чтобы было минимум два человека, да, ну, особенно важно в приоритете, потому что мы берем много экспертов, с вами работает, и сейчас вы в холостую, грубо говоря, пилите, когда хотите, тогда делаете, когда не хотите, не делаете. Там же, вот представьте, у вас сверхнагрузка, потому что бизнес-наставники вам говорят, быстренько надо проверить касс-дэв и сделать прототип, поэтому один делает быстренько прототип, а второй настраивает рекламу, например, либо касс-дэвид идет, либо вы вдвоем быстренько касс-дэвиде, потому что времени бывает свободного нету, потому что вы не фулл-тайм работаете над проектом, а, например, где-то еще зарабатываете деньги, правильно? И у вас остается там полдня только рабочих, а не целый день. И чтобы успеть справляться с задачами, то желательно, чтобы у вас было минимум два человека. Следующий вопрос, он идет следом за этим. Ситуация следующая, то, что на данный момент у нас многие ребята из команды, каждый где-то работает, и данный стартап это пока на стадии хобби больше. такого, то есть все понимают, что пока нету продаж, у всех хобби это. Ну да, то есть все понимают, что надо рынку, и все понимают, что есть определенные проблемы, есть проблема, первая проблема, которая у нас есть, это юридический аспект, чтобы составили договора, чтобы помогли оформить под этот договор. у вас проблема индейка, это ну назовем это интеллектуальной собственности, чтобы никто ничего не спиликал. Ну тут понятно, что воруется все и просто немножко дорабатывается, что не смогли доработать мы, но тут больше в том, чтобы это все могло продаваться и были какие-то юридические отношения, потому что если нет юридических отношений, то подписывается, как минимум, сразу подписывается вот эти соглашения вестинговые всякие штуки. Подписывайте их. Например, вы видели ссылку или нет? Какую именно ссылку? Где мы скидывали ссылки на законодательство, на материал по вестингу, вот этим долям между партнерами. Нет, не видел. Она в чате есть. Да, она была в чате, неужто? Вот я просматриваю каждый день с момента, как я там появился. Может быть, мы в общий чат. Хорошо, я уже себя пометил, чтобы эту ссылку отправить. Вы можете вот там этих документов, которые там будут, уже достаточно. Ну, вам еще вы попросите NDA. по-английски интеллектуальная собственность. Вот. Далее, следующий вопрос. То есть, с момента, как выодобрять этот стартап, то есть, люди начинают относиться к этому более серьезно, понимают, что если кто-то готов в это вложить деньги, то я как идейный «вдохновитель», в кавычках, пускай это будет вот так, хотя я занимаюсь именно это маркетинг, иметь свою ценность. То есть, уверенность в том, что это, в принципе, уже из хобби, это становится работой, этим надо заниматься упорно. Вот. В этом случае люди остаются на своей же работе или же им лучше ее покинуть и находиться где-то в одном месте и заниматься этим проектом. Да, если будут инвестиции, да, то точно это фулл-тайм, полный рабочий день. Если вы на демо-дне выступаете, то любой инвестор захочет, чтобы вы занимались только полностью этим проектом. Поэтому ваша задача, сразу же вот моделирую, вы должны ваши цели проверки, первая продажа это просто для того, чтобы сделать проверка спроса гарантированная, а следующая ваша задача это сразу же, чтобы выйти на фулл-тайм, вы смотрите, сколько вы там цените команды ZP, например, там 500 долларов, 1000 долларов, там месячный, ага, вам нужно вот цель это зарабатывать, чтобы ваш продукт приносил столько-то прибыли в месяц минимум, чтобы точно уйти с работы. Это ваша сразу же автоматически следующая цель. Я правильно понимаю, то есть мы занимаемся продуктом, то есть выстраиваем определенные критерии и каждый остается на своей работе до того момента, пока мы не дойдем до этого критерия. Да, ну и вы должны понимать, так, смотрите, значит, вам нужно минимум там 500 долларов просто вам, да, просто, чтобы на еду хватало, да, возьмем так, минималка, значит, вам нужно сразу же в ближайшее время заработать столько-то денег на продукте, чтобы он ежемесячно вам приносил. Это стратегический такой вопрос, который будет решаться всегда со стартапами в начале, какая цель, потому что цель акселератора, это да, мы просто подготавливаем к, это наша, грубо говоря, цель, подготавливаем для инвестиций, но ваша главная цель, это все-таки видеть стратегию, как вы будете расти, как вы будете уходить после демо дня уже в проект на полную погружение. на полный рабочий день. Значит, вам столько нужно зарабатывать, а как столько зарабатывать? Потому что на текущий момент вы не знаете, правильно? Это хороший вопрос. Сразу будет такой вопрос, насколько гигиенично отказываться от людей, скажем так, люди, которые находятся в команде, отказываться от них, чтобы прийти к тому критерию, что одни уходят своей работы, но те люди, которые сейчас, то есть они, в принципе, нужны, их занятость нужна не на сток, ну, не на 100%, скажем так. То есть они как-то значимы, но... А вот тут-то это, смотрите, это постиг как инвестор. я вам говорил, партнер это постиг как инвестор. Он должен верить. Если вы рассказали, что ваш продукт нужен рынку, что спрос есть, значит, программист понимает, блин, значит, я могу стоять у истоков создания нового классного продукта глобального, значит, я могу сейчас потерпеть, не получать зарплату, ну, в том смысле, что в проекте, в стартапе, не получать зарплату, а инвестировать вместо зарплаты своим временем и иметь долю. Вы шему, например, моя гипотеза, там обещаете какую-то долю. У нас проблема в том, вы все правильно говорите, я изначально с этого начинал, но именно ребята, которые писали код, там всего было два человека. Один просто, скажем так, идейный вдохновитель, можно так назвать, а второй талантливый парень, но мне не дают с ним связаться. Из-за того, что мне пошел с расколом, в кавычках, идейным вдохновителем айтишника, мне не дают код, который на данный момент есть. И готов его дать, то есть в принципе это продать. Причем продать, там есть определенные баги, которые я прошу решить, но пока они не увидят первую часть денег, они хотят его решать. Сложная проблема появилась, наверное, потому что как раз таки нужно сразу же подписывать всякие документы, какие-то соглашения как минимум. Да, но тут же мы все делали, то есть стартапы, это когда начинается физлица. Да, я понимаю, физлица и тут какие договора-то, то есть тут больше позиции договоров, то есть каких-то договоренностей, то есть именно в плане письме, чтобы делать все по-правильному, не спеша, делать расчеты, делать более-менее хотя бы какие-то маломальские анализы, то есть это было больше на моей стороне, то есть ну как бы я привел, то что, ребят, еще в сентябре месяце этого года, когда еще не было пандемии, я начал говорить, то что в принципе вот, ну типа было бы круто так сделать. Эта идея была заморожена до марта месяца, пока пандемия не появилась в Беларуси и все не начали видеть то, что ну очевидный факт, что да, действительно есть такая проблема, ее надо решать. Вот. Потом, спустя время, они хотели быстро монетизации, на что опять я начал наставить, то что, ребят, давайте пойдем куда-то в бизнес акселератор, создадим эту компанию, хотя бы маленькую, то есть у нас будут уже юридические документы, по которым мы сможем работать, будет просто и понятно, то есть, и все, на этом точка. То есть будете получать свои дивиденды, я сделал им расчеты, показал, то есть расчеты я потом подтвердил, когда делал КСДФ, который сделал неправильно, потому что работал больше на продажу, как оказалось. Но в любом случае, то что, да, за счет того, то что они хотели максимальной монетизации, то есть думали больше не как партнеры, а больше как наемный труд. Все, я понял. Значит, смотрите, у вас есть проблема, как ее быстренько решить? Найти новых людей. Найти новых людей. Что нужно для того, чтобы найти новых людей быстро? Это как минимум, давайте так, сразу все, кто хочет найти новых себе в команду людей, программистов либо маркетологов за долю, какую-то маленькую либо большую, либо партнера, которому, грубо говоря, там, где около 50 на 50, либо просто в команду из программиста, который там 1, 3, 5 процентов будет у него через Вестинг. Для этого вы должны, возвращаясь к тому, как я говорил, что это как инвестор, партнер, значит, вы должны быстренько сделать на телефон видеопрезентацию, прям на телефон, снимаете и рассказываете. Я провел там КАЗДЕФ, есть спрос, нужно доделать то-то, то-то, мне нужен в команду такой-то, такой-то человек. Все, до 5 минут видео. Скидывайте, и мы его рассылаем по нашей базе тех, кто хочет работать в стартапе. Артур, что тут непонятно? Все, этот этап он понятен. То есть, я правильно понимаю, в принципе, и мы высылаем в чат стартапов это видео. Да, в чат, ну, вот эти, кто хочет, ну, нам, давайте, нам, неважно, этот вот. А, и не забывайте, да, ошибка многие делают, на последнем слайде не забывайте, значит, в начале, да, первое, в начале рассказывайте про себя, просто, в чем вы сильны, чем, какие вы компетенции закрываете там. Я там маркетолог, я там программист, а мне нужен, наоборот, маркетолог. И в конце не забывайте контакты. Как с вами связаться? Потому что, конечно, к видео вы можете написать контакты, но кто-то возьмет, репостит это видео, и они потеряются. Поэтому, ну, в самом видео прямо ручкой нарисовали свои контакты и просто перед камерой показали, чтобы это не потеряли. Так, это мы рассылаем. Вы находите программиста, который быстренько, он, конечно, будет хотеть писать прототип, но вы ему говорите, что нужно сделать за неделю. И он тогда понимает, ага, надо использовать какой-нибудь лоу-коде, ноу-коде, сторонние какие-то модули, через опишку, подключаете платно за доллар пять какой-нибудь сервис и начинаете его продавать. Следующий вопрос будет после всех этих манипуляций. В принципе, всех интересов просто в каких числах ждать обратной реакции, то есть насколько команды интересны инвесторам либо акселератору? Ну, акселератору мы сразу ответим, да, интересно или нет. До какого? Это 14 числа у нас уже все начинается программа. Ровно через неделю. Уже начало. Дальше. Инвестора мы показываем через три месяца после окончания акселератора. Я правильно понимаю, что в акселератор можно прийти, скажем так, в инкубационном состоянии и уже на выходе инвестору будет предлагаться почти готовый продукт. Да, ну, все правильно. Инвестор хочет дать деньги, чтобы вы тратили эти деньги на маркетинг. На доработку продукта, прототипа, да. Ну, чтобы вы сделали из MVP прототип и потом уже дальше тестировали каналы. Будет следующий вопрос, скажем так, от всего это стартапа сообщества. Я думаю, что у каждого есть видение развития своего продукта. Насколько это важно расписывать и высылать как доп. информацию? А инвестору все равно. Он все равно вмешиваться не будет. Даже любой бизнес-ангел, который называется, это инвестор, который консультирует вас еще, ну, это предприниматель, плюс инвестор, так как он предприниматель, он знает тоже что-то, он вас будет консультировать, но он вам не будет говорить, как делать. В том смысле, что это ваш бизнес, и он не будет говорить там, вот я беру себе долю, поэтому я хочу, чтобы ты согласовывал со мной действия, куда ты будешь тратить деньги. Тут вопрос немножко в другом, тут больше о ценности самого стартапа. больше базируется, вот если привести пример, вот как вы приводили то, что сегодня ты продаешь свечку, а за счет этой продажи послезавтра проводишь ксдэф, а потом делаешь пивот, и оказывается, что нужно другое, да? Или нет? Ну, то, то, что сегодня продал свечку, завтра проводишь энергосеть, за счет какой-то маломальской услуги, то есть идет развитие, которое привозит, дает вход в другой рынок, скажем так. И что тут? Вот если, допустим, в теории, то есть делались прогнозы, то есть эти прогнозы перенесены на развитие проекта, то что сегодня мы занимаемся этим, делаем так, а в дальнейшем мы с этого продукта либо его дорабатываем, либо делаем субпродукт от него, то есть он приносит больше денег. То есть стоит ли это указывать и влияет ли на это привлекательность стартап-команды? Ну, смотрите, инвестируют в команду, не в проект, а в команду. В каком смысле, что вам дают деньги, ну, вы, например, рассказываете, да, ну, некоторые инвесторы, вы рассказываете, вот что добились первых продаж, да, инвестор смотрит и думает, вот чуваки прикольный этот вот, ерунду какую-то смогли всюхать, в идею он не верит, но из-за того, что есть первые продажи, там основатель красиво рассказывает, он берет и инвестирует всегда в эту команду, значит, что через месяц вы можете делать совсем уже другое, не свечки, а шпалы для чугуночных вагонов и ему все равно. Увеличился у вас рынок, уменьшился рынок, он рискует. поэтому в основном вот и смотрят вот этот экзекьюшн, трекшн проектов. Отсюда будет следующий вопрос, имеет ли смысл иметь в команде, просто народе называют таких людей балаболами, а профессионально это спикер, то есть просто иметь в команде человека, который красиво и уверенно бы продавал продукт. Ну есть кто-то, ну смотрите, для этих целей я видел например в Сколково классное шоу, ну там где деньги большие, там делают прям шоу, нанимали даже моделей для выступления. Вот ну так как например возьмем вы маркетолог, вы еще там не сильно боитесь общаться с клиентом, программисты им вообще некомфортно общаться с клиентом, с людьми. и ну большинству некоторым нравится, да, и некоторые выходят, просто стоят в стороне основателя, а есть профессиональные спикеры, которые выучили, что нужно говорить, да, и они красиво преподносят это, а вы потом отвечаете просто на вопросы технические, когда задают их. Но для этого не нужно в команде держать, это просто привлекли на демо день. Есть кто даже, у меня есть опыт, видел, что так делает ADMarket, они PR-story компания, они просто нанимают человека, который знает немного продукта, ездит по конкурсам и выступает. В принципе, это гигиенично и это нормально, то есть тут ничего такого нету. в команде есть люди, которые будут хорошо делать свою работу, но они плохие спикеры, то есть каждый должен заниматься своим делом, то есть тут ничего такого нету, то что когда мы привлекаем просто человека со стороны, он выходит от лица компании. Да, можно этот вот. Если вы можете найти таких людей, конечно, это вот неважно гораздо хуже, гораздо хуже будет, если вы выйдете, да, ну тут двояка, главное, что по этого, если вы возьмете в команду такого человека и дадите ему долю, да, тогда инвестор может сказать, ну он просто отлечет и взял этого человека, что он ценности мало приносит, всего лишь выступает. Я скажу идельный вдохновитель. Он скажет, как это измерить, как это измеряется в прибыли, покажи мне этот вот. Вот, дальше, если не привлекать, а, например, выходит стартап, который не может нудно прочитал с листика и все забыли, что за проект, да, такой тоже инвестор, даже если ему понравится идея, он может не проинвестировать, потому что скажет, блин, так я сейчас вот дам деньги, но я же, моя цель это заработать на стартапе, чтобы у меня выкупили долю, так, а потом он выступит и никому этот проект не понравится и у меня мою долю никто не купит. Ага, тогда не, я не буду инвестировать, потому что он не смог найти даже кого-то, сам не смог красиво рассказать, как шут, и других не смог привлечь кого-нибудь. Ну, в этой ситуации получается, либо саму идти на ораторские искусства, либо... Не надо, мы это все даем в акселераторе. Ну, либо второй вариант такому человеку, и с него сделать кого-то нужного, и это чем-то озадачить. Берете любую модель, потому что чаще всего это срабатывает, кстати, вообще срабатывало классно. Они там вообще в бикини вышли с серфинговыми досками. Берете модель, платите ей 5 баксов, натаскиваете, что она должна говорить, про что продукт ваш, она выходит выступает. Вам обошлось это там в 5 долларов? Ну, это не считается грязным трюком, то есть это гигиенично. Какая разница? Все это бизнес, да, это маркетинг. Ну, отлично тогда. У меня, в принципе, больше вопросов нет, то есть, в принципе, я понял то, что если отвалилась часть команды, то мы делаем превью, заливаем в общий чат, добираем команду, после этого постараемся делать первые продажи и в дальнейшем ждем, пока появится список команд, которые прошли. Да, все верно. А после этого что? Начинается какой-то апп? Все, а потом начинается вот эта еженедельная активационная программа, где каждую неделю, несколько раз в неделю вы встречаетесь, ну, сначала на стратегической сессии мы ставим цель, какую на акселератор и смотрим, как ее достигать и достигаем ее. То есть, дают человека, который, в принципе, ведет команду за ручку и объясняет правила взрослой жизни. Да, но только не один, а их будет два у вас человека, с которым вы будете и плюс еще много-много экспертов. Понятно. эксперты, это которые будут вам быстро давать информацию либо по запросу вас учить, но это не те, которые всегда хочется всунуть деньги и сказать, а сделай за меня настрой аналитику на сайте. Это не работает, потому что вам всегда надо будет уметь и знать, как это делать. И некоторые пытаются взять человека из команды, например, маркетолога, еще одного, чтобы он научился, как настраивать, но мы это разрешаем, но это неправильно, потому что потом этот человек уйдет, а вам дальше работать, а вам нужно отгружать новому маркетологу, поэтому суть какая, мы вас нашпигуем, почему говорим опять два основателя, мы вас должны нашпиковать всеми знаниями, чтобы вы эти знания могли передать своей команде. В каком смысле? Маркетинговое агентство. Неважно какое, у всех всегда желание получить инвестиции от инвестора и потратить эти деньги на маркетинг, либо на разработку, есть две вещи, либо на разработку все тратят 100 тысяч долларов, 500 тысяч долларов, либо на маркетинг, сколько денег не дай, любые деньги можно потратить, но суть какая, неважно какую сумму дадите маркетологу, 100 долларов, 1000 долларов, 10 тысяч долларов, либо 50 тысяч долларов, эффективность за 50 и за 10 тысяч долларов будет такая же, как за 100 долларов. Почему так происходит? Потому что маркетинговые агентства – это агентства, которые не заинтересованы, чтобы вам приводить лиды. Они заинтересованы в других показателях, чтобы вы покупали, поэтому они существуют для корпоративных заказчиков, которым нужно показывать отчеты, тратить определенное количество денег, в котором выделен бюджет на год. Ну и показывать красивые отчетчики. Вам же нужно что сделать? Научиться продавать вашему клиенту, а потом как тупому чат-боту взять любого человека, пускай этот будет маркетолог, а может быть это вообще не маркетолог, а студент, и ему сказать, «Так, вот смотри, ты должен сделать баннер, его разместить с такой-то таргетированной аудитории, на нем писать вот такое-то, такое-то». Или там, если это B2B-шная история, ты должен находить навстречу, задавать по алгоритму сначала вот этот вопрос, потом второй вопрос. Если он ответил на вот этот вопрос, значит, нужно вот так отвечать, либо вот так вот. И вот это и есть масштабируемая история, когда вы можете сами дать любой обезьяне, и она будет просто повторять. Только так все работает. И так абсолютно во всем. В плане маркетинга это понятно, а как это будет работать в плане технарей? В технаре, значит, вы изучаете, как делать КСДФ, и всегда любой технарь, он будет хотеть делать всякие фичи, правильно? Ну, у него прям плющить его будет, чтобы сделать какой-то еще, доделать продукт. Он скажет, надо вот тут вот еще личный кабинет, а потом, чтобы оно автоматически приходило, двухфакторная аутентификация, потом еще что-то делать. А вы должны сказать, э-э-э, подожди, чтобы это делать, сначала проведи КСДФ, узнай, что точно такая проблема есть, и потом только делай. И так во всем. Ну, я не думаю, что технарей будет делать это КСДФ, скорее это будет делать. Продакт-менеджер будущий ваш, да. Ну, а если не объяснить это продакт-менеджеру, либо все равно на КСДФ берут программистов, почему? Потому что если ему сказать, делай вот эту фичу, а не делай вот эту, он не будет это делать, потому что он не будет верить. А когда он услышит и вправду, что, оказывается, клиенты говорят, вот это надо делать. Некоторые идут на КСДФ, записывают и потом дают запись разговора программисту. Я понял, интересная фишка. Надо записать на будущее. В принципе, у меня вопросов нет. Я, наверное, освобожу эфирное время. Возможности ребята, которым есть что-то спросить дополнительно. В принципе, это спасибо, что разъяснили и ответили. Да, спрашивайте, если там вопросов нет, можете отключаться, если вам не интересно, если там все. Можете задавать вопросы на любые, все, что связано со стартапом, обратную связь, как работают другие акселераторы, куда лучше податься, где получить инвестиции, еще что-то. Ну, любые вопросы. Я сейчас, ну, я отключаться не буду, скажем так, то есть я прекращу аудиообщение. Я спрошу сейчас вопрос своей команды. Возможно, у меня кого-то есть. Можно ли потом в дальнейшем доспросить что-то? Да, конечно. Я здесь для того, чтобы вам помогать. Все. Наша цель, чтобы вы, ну, сделали хороший продукт. Все. Спасибо вам за обратную связь. Не за что. У кого какой вопрос? Набирайте смелости. Так, сейчас подумаю, какие еще обычно задают вопросы. Сколько инвесторы берут долю? Ну, стандартно там от 5 до 15 процентов, в зависимости от стадии. Сколько денег можно привлекать, это вы сами поймете. Мы проведем еще семинар. Программистов я сказал, где найти, либо маркетологов. Так, если вопросов нету. Так, сейчас я быстренько в чате кляну. В этом видео. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Так, это все есть. Давайте быстренько я подытожу. Родилась у вас идея. Алгоритм – дети. Появилась у вас идея. Быстренько смотрите срез по Яндекс.Вордстату, Гугл.Кейвордсу, еще каким-то другим возможностям. Те же сообщества ВКонтакте, есть ли спрос. Как придумать стартап-идею? Это должна быть проблема. Проблема измеряется в действии человека. Если человек напрягся, залез в интернет и начал гуглить, значит, это уже проблема. Если он написал комментарий где-то, поизучайте, например, вопросы типичные. Есть сервисы, вопросы-ответы. Они были у Яндекса, у Майл.ру, у многого. Вопрос-ответы там, где люди задают вопросы. Ага, если люди задают вопросы, значит, у них есть проблема. Решайте их. Измеряйте, сколько их есть. И потом через CastDev вы выясняете, на самом деле, какая глубинная проблема. Так, вопрос. Сколько запросов в Гугле – это прямо реальная проблема. Количество запросов вам говорит приблизительно такую вещь, как, сколько вы можете зарабатывать на этом денег. Если купить машину и всего лишь 100 запросов, но вы продаете из каждого клиента 10 тысяч долларов, то тогда вам и 100 этих запросов хватает. А если у вас там подписка за 1 доллар, то вы будете, даже если возьмете всех этих 100 запросов и по доллару, то у вас 100 долларов. И это никакой не бизнес. Так, дальше. Провели CastDev. В CastDev вы понимаете, кто ваша целевая… Через CastDev вы сразу решаете несколько проблем. Это задача. Кто ваша целевая аудитория? Вы опрашиваете. Второе. Вы узнаете, как он решал проблему. Путь решения, чтобы ему потом продать. И измеримую проблему в деньгах. В каком смысле? Вы спрашиваете такими ключевыми вопросами, «А что сделать, если не исправить эту проблему?» Если он говорит такое, «Ну, можно, в принципе, и неделю подождать». Значит, ничего не случается. Значит, человек, в принципе, не готов платить. Значит, ценности большой в этом нету. Так. Все. Провели CastDev. Потом вам нужно быть на 100% уверенным. Вы в мозгу сразу же проверяйте так. Ну, и настаскивайте свой мозг при реализации гипотезы, что если человек точно готов купить, значит, можно точно идти в банк и брать кредит. Если еще на 100%, на таких 100% вы не готовы, значит, делайте срочно MVP-шку. MVP-шка в течение недели должна быть сделана. Всегда ее можно за неделю сделать любую. Делайте MVP-шку и пытайтесь продать, сделать первые продажи. Запомните. Взяли деньги в руки и потом сказали, даже если у вас MVP-шка, которая не рабочая, а только картинка есть. Тот же автокинотеатр. Взяли деньги и сказали, что у нас что-то тут полетело. Непредвиденная ситуация. Форс-мажор. Метеорит упал. Сейчас мы не можем вам выгрузить этот продукт. Возвращаем вам деньги. Все. Деньги взять должны в руки. Не обязательно, чтобы у вас было какое-то ИП, фирма, еще что-то там, и должен быть даже MVP-шка рабочая. Как минимум, вы должны проверить, это так проверяется, гарантированно спрос. А ценность проверяется только, когда вы отгрузили через MVP-шку результат, и он устраивает клиента. Вы потом спросили, точно ли то, что вы ожидали, и он сказал да. Я не жалею, что отдал эти деньги. Все. Если этого даст, как только вы сделали первые продажи, то тут вам нужно либо идти к инвестору, какому-нибудь бизнес-ангелу лучше, который вам не только даст… они часто называются менторами, скрываются под менторами. Они вам не только дают деньги, но и подсказывают, как делать бизнес. Либо в акселераторы. К сожалению, под акселераторами я забыл сказать, что многие сейчас называются акселераторами, потому что акселераторы показали свою эффективность, результат, потому что гарантируют результат. Поэтому сейчас, кому не лень, называют себя акселераторами. Если вы видите, например, называют, выдают себя – это сразу же по названию корпоративный акселератор. Корпоративный акселератор – это пилоты. По-другому. Это официальное название настоящее. Но они себя называют корпоративными акселераторами. Это когда берут просто каких-то менторов, которые дают какую-то чушную обратную связь. И вы просто пользуетесь их продуктом. Они решают совсем другую свою задачу. Вы даже туда не загоняетесь, для чего они это делают. Они могут даже заплатить немного денег – 4 тысячи, 5, 7, 10 тысяч долларов. Обычно это максимальный очаг. За то, чтобы вы тестировали свой продукт на их… Чаще всего они дают доступ к своим клиентам. Либо данным каким-то аналитическим, либо клиентам. Это не настоящий акселератор. Туда нет смысла идти. Пока что это когда у вас будет уже готовый продукт, и вам нужно масштабироваться. И это просто вы получите клиента себе в портфолио. И с ним будет просто проще продавать. Все. Партнеров легко там находить. Но это не то, что вам нужно. Вам нужен классический акселератор. Классические акселераторы – это мы. До недавнего времени иногда запускают «Бизнес-эккуватор» «Высшая школа экономики». Раньше это был «Фри», самый классный, эффективный. Там я делал это все совместно с ними. Но они уже обучили около 600 стартапов. И теперь занимаются тем, что доращивают дальше другие стадии. ABC пошло. Все проекты. Они перестали брать стартапы на уровне идеи первых продаж. А стартакотем – городок Новосибирск. Да, есть такой еще. Есть еще МФТИ. МФТИ – акселератор при университете, который программированием занимается. Но сложность в российских – то, что там нужно быть. Чаще всего они берут резидентов Российской Федерации. Поэтому некоторые хитрят, берут себе в кофаундеры на 51% сооснователей «Россиянина» и подаются. А, СОБА – союз бизнес-ангелов. Я бы не сказал, что они являются акселератором. Они просто как бизнес-школа, стартап-школа. Даже при Сколково называют себя акселераторами, но как таковыми не являются. Потому что не гарантируют результатов. То же самое есть и IT-парк, который государственный, даже не берет долю. Но они и результаты не гарантируют. И они так просто существуют, потому что они государственная организация. В Сколково есть несколько направлений, а есть просто плохое. Потому что там есть несколько направлений. Сколково уже стала такая большая махина. И там есть виртуальные акселераторы, есть локальные акселераторы. В партнерстве они делают с этим самым активным бизнес-ангелом России. Кто там подскажет, напомнит? Angels Band – это сообщество бизнес-ангелов просто. Они ничего не дают. В первую очередь, Сколково – это для железных стартапов. Для чего туда идти можно? Находите партнера россиянина, и тогда вам могут дать субсидию. Это, можно сказать, грант, субсидия. Это безвозмездные деньги на разработку прототипа. Там такая штука и есть. Есть у них еще такая штука, как Soft Landing, но не очень интересная. Это что такое, когда вам дают, говорят, у вас есть какой-нибудь продукт для ЖКХ, для исполкомов, для государственных организаций. И они через административный ресурс вас продвигают. Просто говорят какому-нибудь району, например, Санкт-Петербурга. Возьмите и используйте вот эти счетчики воды электронные. С государством не работает. Да, потому что это не масштабируемая история, которая сегодня работает, а завтра не работает. Так, РБ, ДБ, не знаю, что это такое. Или это может быть Киви? А, это Киви по другой раскладке. Есть ГВА, Global Venture Alliance. Они иногда себя пропагандируют как акселератор, но это корпоративные акселераторы. Их много кто запускает, тот же ФРИ запускает корпоративные. Но это в большей степени корпорации просто себе ищут для оптимизации каких-то вещей, с кем погуляться. Еще раз, там никаких результатов не гарантируется. Вы можете просто в партнеры получить корпорацию. И у вас будет на сайте классный логотип, что у вас покупает вот такая-то корпорация. Все, вы получите опыт, как общаться с корпоратами и все. Вот, ну, получите, грубо говоря, клиента, который, может быть, вам обеспечит вот эту вот минимальную постоянную прибыль для ваших сотрудников. Так, какие, может быть, еще вопросы? Мне просто напомнить вам, что вот в Viber я там сбросил это самое. Я все помню. Да, там написано, что есть секретные соусы. Я тут их не хочу озвучивать, потому что это, возможно, у меня есть кейс по получению патента. Вот. Там, ну, не выстрел, скажем так, если будет интересно, расскажу почему. Там есть ряд секретных соусов, которые можно запатентовать и которые экономят время, силы, мозги и так далее. Хорошо. Ну, вообще, если это возможно скрыть и не патентовать, а просто не рассказывать, это будет какой-то внутренний механизм, то лучше не патентовать ничего. Потому что, еще раз, патенты вас не защищают никак. Как? В каком смысле? Патент в России и Беларуси максимум евразийский. Евразийский – это значит, что НАСАНГ работает. Это значит, что если вы запатентовали здесь какую-то технологию, то человек приехал из Польши, посмотрел, как она выглядит, в Польше уже и в Европе может ее реализовывать. Есть международные патенты, делаются в таких развитых странах, как Америка, стоят сумасшедших денег. По-моему. Да, средний чек – это 100 тысяч, гляньте, все знаете, да. Понимаете, сумасшедшая сумма. Учусь, учусь. Вот. И в результате, обычно это, например, субсидируют государства. Иногда есть такие при экспортных центрах. В Беларуси таких нет, в России они есть. Но вы должны держать в голове, что сегодня мы, Беларусь, в следующем году мы можем сделать статус России. То все это объединится. Есть там экспортные центры, которые субсидируют, но это безвозмездно для доли, дают вам деньги на погашение, например, вот этих патентов. И можно получить. Но, но, даже если у вас будет международный патент, пока он будет регистрироваться, занимает там до полугода-год, иногда даже. Три года. Три. Три. Не, но самое быстрое я видел даже за полгода-год. Если технические решения в IT-сфере и сложная формула, то три года. Не, если это софтовая вещь, то это, ну, долго делается. Это мы говорим про железное. А, ну да, это да. Вот. Потому что железное, они все сразу идут запатентовать. Ну, потому что типа разобрал и посмотрел, как оно устроено. Ну, там один винтик, это уже совсем другое получается. Ну, там можно, там тоже есть вещи, которые можно, не всегда можно так отредактировать. Но давайте возвращаемся. Как только вы запатентовали, ваш патент находится в общем доступе. И это значит, что как только проходит пять лет, все, кому не лень, имеют право пользоваться им. Двадцать пять международных. Пять. Да, всего лишь. Французская конференция установила, пять лет это для полезных моделей, 25 для патентов на изобретение. Да, а чтобы на изобретение, это почти нереально. Потому что вы должны доказать инновационность, ну, там не просто улучшение, а вы должны кардинальное изменение, что это чуть ли не вечно двигатель. Поэтому обычно всем не дают такую штуку. А пять лет, это вот вы пока делаете продукт для какой-то одной страны, закончился пять лет. Даже все критикуют историю Дайзона, который придумал супер крутой пылесос и продавал его по тысячу долларов. Но продавал его всего лишь два года, потому что пока он смог найти своего клиента, ценность пока он объяснил ее, потому что пылесос стоил от тысячи долларов. Ну, тысячи евро, потому что он в Европе продавался. У нас, наверное, даже и не дошел до нас. И через два года после его продажи патент стал доступен, и все, кому не лень, начали использовать его. И теперь, если вы видите, пылесосы такие вот, выглядят как труба, и тут много таких кружочков. Может быть, кто-то видел. Это технология Дайзона. За 100 долларов теперь можно купить этот пылесос. Всегда найдется китаец, который сделает это дешевле и быстрее. Да, все, поэтому конкурировать невозможно, поэтому многие уже отказались от патентований. Я извиняюсь, дополню, не знаю, как в международном праве, но по СНГ патент на полезную модель 5 лет с правом продления на 3 года. Итого 8 получается. Да, можно продлить, да, за деньги. Там не серьезные деньги. Там там серьезные. Да, но все равно это 5, ну давайте 5, 8, даже вот 8 лет, ну это не так уж и много. Можно не успеть. Это 3 смены поколения машины. 3 смены поколения марки одной. Не, ну если мы говорим про марки, да, какие-нибудь BMW, которые делают, сампуют каждый год. Рестайлинги делают. Да, согласен. Но все равно, мы говорим про стартап, а вы начинаете с нуля. Вам тяжело. Вы 1-2 года будете только становиться на ноги, а потом только масштабироваться. Ну если мы говорим не акселератор. Давайте так, акселераторов на всех не хватит. Я даю знания, чтобы вы могли без акселератора тоже расти. Хоть как-то. Поэтому на всех не хватит акселераторов. Потому что акселератор – это такая достаточно вещь благотворительная. Потому что нам обходится, ну представьте, нам акселератор обходится в 7500 за одного человека, где мы вернем свои деньги, вот эти вот вложенные, не раньше, чем через 5 лет. Потому что эту долю, еще раз, эта виртуальная доля, мы не берем дивидендную историю. Мы берем вечерную. Это значит, что мы свою долю, пока вы будете получать прибыль, мы прибыль не трогаем, пока вы растете. А когда вы закончите расти, кто-то у нас должен должен купить. Сначала вы будете раздавать свою долю, а только потом, когда будет у вас IPO какое-то, либо стадия A, B, только тогда мы будем уже продавать свою долю. Поэтому это мы только вернем через 5, ну а так закладываем даже 7 лет. Надо искать самые простые, самые дешевые решения. Как при помощи отвертки научиться продавать Boeing? Ну, пока что не понял. Вот видите отвертку? Через полгода это Boeing. Да, так мы и делаем вас так, чтобы вы знали. Потому что мы сейчас, у вас один продукт, потом после акселератора у вас будет совсем другой. У 90% команды. Приходят с играми, а выходят с приложениями для анализа игроков. Я уже это сделал, я пришел к приложениям до полной реальности. Я успел, ну, я военный пенсионер, аналитикой много занимался. И конвертировать, экстраполировать свои знания на гражданские вещи. Пришлось за неделю перепаковать полностью все, найти единственную проблему, через которую можно начать щемиться. И как, параллельно масштабируя количество клиентов и сегментов, масштабировать сам продукт, чтобы это шло все плавненько. Как показывали на лекции. Все, хорошо. Так, уже поздно. Давайте, если у кого-то есть вопросы, задавайте. Если вопросов нету, то до встречи. Еще точно увидимся. Так, надо выбирать людей по соционике. Есть и тип генератора, а есть и тип исполнителя. Это есть очень простым языком. Так, мы не пробовали, потому что стартапов, предпринимателей очень мало. Это если бы мы выбирали из клиентов, которых много, тогда было бы использовать разные такие механики социальные. Еще раз, предпринимателей в нашей стране от 5 до 7 процентов. Это всего предпринимателей. Из-за того, что у нас еще гнобят предприниматели, то их 5 процентов. И это классические предприниматели, потому что у нас даже нету бизнес-школ нормальных. Есть только ИПМ, который набирает раз в год, а то и в два наборы делает. Это нисколько для страны. Бизнес-образования у нас в университетах нету, потому что у нас нету баллонского процесса стандартного образования, где были бы… Так, я, наверное, этого не рассказывал на лекции здесь, потому что не было времени. Кратко вам расскажу, чтобы вы понимали, насколько тяжело вообще вам жить и другим. Есть стандарт образования, он называется баллонский процесс. Это разные там механики, которые проверены во всем мире. Беларусь не вошла, не применила вот эти вот в полном объеме баллонский процесс, потому что одно из условий баллонского процесса, что должен быть обмен студентами. Студенты, которые хорошо учатся, они имеют право подать заявку в любой университет мира и поехать туда полгода-год, отучиться там. Наши сказали, что сколько уехало студентов за границу, столько пусть и приедет. Там же сказали международное сообщество, что нет, тут студенты выбирают. Если вы сможете пропиарить свой университет, что все будут хотеть ехать, как Cambridge, Oxford, Stanford, MT, то тогда хорошо. Наши сказали, а нет, из того момента, из одного человека, из Министерства образования, у нас нет этого баллонского процесса. В БГУ кое-как где-то через какие-то международные программы типа Ерасмуса что-то на каких-то кафедрах работает, только в БГУ, в основном на международных отношениях. Еще одна из механик в баллонском процессе, почему предприниматели больше, более обученных за границей, потому что там есть кредитная система и факультативные предметы. Это когда есть предметы, которые ты выбрал по специальности своей, и еще несколько предметов, которые ты как кружок выбираешь, на который ты хочешь ходить. И бизнес-образование относится к ним, потому что предприниматели во всех странах в среднем 5-7%. Если взять даже максимальную цифру 7%, то из 30 человек это 1,5-2 человека. Это значит, что если взять просто целую группу, как у нас сейчас, и рассказывать про бизнес, каким-нибудь экономистом или химиком, то там будет слушать только 1-2 человека. Это значит, что у учителя будет профессиональное выиграние, потому что никто не слушает, а только 2 человека слушает. Все. Нецелесообразно. В Европе же, в Америке, во всех странах, где есть баллонский процесс, ты выбираешь бизнес-образование, и со всего университета набирается вот этих поток 30-60 студентов, которые ходят на бизнес-образование и учатся бизнесу. Ближайший университет, который... Ну, а еще есть такая штука, про нее вообще наши не говорят. Считается эмпирическим образом, что только топ-200 университетов дают знания. Просто знания, которые там учат. А топ-30 университетов гарантируют даже годовую зарплату на второй год после окончания университета. Ну, ясное дело, всякие Кембридж и Оксфорд входят в топ-20. Ясное дело, там можно зайти и посмотреть сразу же, сколько у тебя будет зарплата. В среднем там около 110 тысяч долларов зарплата в год. Так вот, ближайший университет к нам, который входит в топ, он обычно занимает там 197-е, ну, на крайне, но входит в 200-ку, это высшая школа экономики. Есть МГУ и высшая школа экономики. Но МГУ, оно в основном учит людей для государства, госчиновников, ну, туда таких вот. И туда, и государство в основном из МГУ всех их, ну, хантит, себе забирает. А высшая школа экономики обучает и предпринимателей тоже, бизнесменов. И обычно сразу, как только ты заканчиваешь, любая корпорация, если ты закончил высшую школу экономики, тебя просто по корочке забирает. Вот то, что и должно быть на самом деле. Ты закончил университет, и тебя берут по профессии. Вот, поэтому нам тяжело, потому что мы в стране, где образование на таком низком уровне, что предпринимателей, ну, нету нормальных. Бауманка тоже, да, государственных. Бауманка учит, да, это уровень МГУ, тоже они входят. Ну, там вообще, ну, давайте так, во-первых, пройти туда только по блату можно. И там тоже госчиновники либо уезжают, потому что там есть много мест для одаренных. Вот гении идут не в МГУ, а гениев берут в Бауманку, запихивают. Ну, вот настоящих гениев. Вот не то, что вот на словах там хорошо учатся, а вот есть гении. В России для них есть там кванториумы при технопарках, разные такие штуки. И плюс есть Сириус-центр и еще закрытая штука, про которую никто не говорит. Это там, где обучают гениев. Вот когда они вырастают сначала дети, они идут в Бауманку. Это там, там и КГБшники учатся на секретных факультетах. Ну, вот такая вот штука. Но нам, если вот вы даже задумались про кто-то вдруг, про какое-то образование бизнесовое, или которое, ну, не только бизнесовое, которое дает знания, то… Да, в Европе тоже как бы рядышком, но там сразу же становится фактор – это языковой барьер. Высшая школа экономики запросто берет наших студентов, потому что она тоже входит в баллонский процесс. Там все эти методики используются. Там для зарубежных студентов бесплатное обучение можно пробить запросто. И, ну, еще раз акцентирую, бизнес-образование, MBA разное – оно для нетворкинга, для знакомств. Знаний там больших не дают. Вот то, что мы дали на лекциях, мы дали столько же, сколько дает в MBA. В акселераторе мы углубимся, там более другие вещи. Мы даем такие темы еще, как теория ограничения ТОСПа, Голдбергу, целеполагание. Ну, вещи, которые нужно просто на более поздней стадии. Извиняюсь, извиняюсь. По поводу опять патентов. В Новой Зеландии, которая входит во всю эту штуку, сейчас дешевле. И многие IT-стартапы туда начинают тоже двигаться, потому что там дешевле… Ну, это я читал статьи и не такие… Статьи из статей, вот. Что там это все дело дешевле, чем штаты. Не, ну штаты самые дорогие. Там даже иногда проще поехать по любым вопросам. Жить, релацироваться, отпускать бизнес, открывать счета в Канаде. Сейчас Канада тоже не… У меня там знакомый назад вернулся. Ну, давайте так. Сейчас везде плохо. Поэтому… Но вот до коронавируса в Канаде достаточно было нормально ехать, запускаться. Тоже. Чтобы понять менталитет, он похож на американский, но там в разы все дешевле. В два раза дешевле, чем США из-за курса. Там канадский доллар… Да, да. Ну, и проживание там дешевле. Соответственно. Это я рынки мониторю, куда собираюсь. Ну, правильно. Как бы… Я то не могу вам говорить прямо этот вот, а то меня еще обвинят, что утечка мозгов и все остальное, потому что у нас до сих пор это присутствует у госчиновников, что… Ну, вы должны понимать, что открывать компанию вы должны по английскому праву. Ну, английское право – это… Кипр. Ближайшее – это Кипр. Есть Гонконг еще. Там можно тоже удаленно открывать без открытия счета. Есть… Многие в Деловере открывают, но туда надо лететь, чтобы открыть счет. Хотя бы прилететь раз. Там этот ИНН. Есть еще Великобритания, но там дорого обслуживание стоит. Ну, самая большая диаспора русских – это на Кипре. Все наши IT-компании едут туда. Все. В Телеграм-чате даже там есть чат, он называется «КипрАйТи», как-то так, где собраны вот эти вот айтишники, которые там пооткрывали счета. Пафос – самый дешевый город. Не знаю. То есть крупный. Вот. Ну, туда можно только, ну, я не знаю, можно прилететь для того, чтобы открыть счет. Хотя не обязательно. Там суть заключается в том, что ты удаленно открываешь компанию, но там должен быть локальный учредитель. Это номинальный такой типа директор. Ты ему платишь годовую зарплату, я не помню уже цены. Ну, все достаточно там дешево. Вот. Да, и, ну, кто-то может сказать, что в ПВТ, давайте еще раз, есть английское право, но это не для IT-стартапов. Чтобы попасть в ПВТ, вот беспроблемно, без блата, без вот этих вот всего, нужно быть IT-компанией с прибылью в 250 тысяч долларов. Кто-то пролазит, но это уже через знакомых. Но сегодня знакомый есть, завтра его нет. Объединяются, проекты входят в компании, я знаю. Есть, так тоже можно. Ну, давайте так, смотрите. ПВТ – это свободная экономическая зона, которая освобождает от всех налогов, включая зарплаты. На первоначальном этапе у стартапов не цель уменьшить налоги. Ваша цель – получить как можно больше прибыли. А прибыль получается только через новых клиентов, и все. Поэтому на первоначальном этапе, если вы не цель получить инвестиции, то не нужно вам никакой ПВТ. Если это 250 тысяч доход, то можно спокойно открываться в Кипре. Зачем этот ПВТ? Они освобождают налог даже на сотрудников. На Кипре такого нет. Сейчас зарплата, например, у айтишников возьмем 1000 долларов. Ну, возьмем такую, да, чтобы хорошо считать. 49 процентов, я всегда открою, до 50 – это всякие налоги. ФСЗН, пенсионы, вот это вот все. ФСЗН входит в пенсионы, плюс Белгострак, плюс подоходы. ФСЗН – 36, налог – 13, 0,6 процентов. И в ПВТ все эти налоги можно не платить на сотрудников. Классно. Поэтому аутсорсинговым компаниям – это идеально, они туда заходят, и получается можно на рынке, что сделать? На 50 процентов больше предложить зарплату для своих сотрудников. Ну, и все. Ну и такое конкурентное преимущество. Поэтому там в основном аутсорсинговые компании тусуются. Но почему-то все айтишники бегут продуктовые, потому что жизнь интереснее продуктовых компаний. Ну, конечно, потому что вы создаете продукт. Но даже, зная основателей многих аутсорсинговых компаний, они сейчас пришли к тому, что зарабатывают достаточно мало денег. Не так, как до кризиса. Потому что аутсорсинговая компания – это компания, которая делает сайтики для других компаний. А это, грубо говоря, разные компании. А сейчас никому не нужно ничего делать, потому что все, наоборот, сокращают расходы, чтобы выжить, пережить кризис. Я, кстати, видел гиппан «Русбейс», вот этот вот сайт российский. Да, я знаю. Видел его в списке инвесторов, кстати, на стадии СИД и А. Ну, не знаю, не слышал. Я как бы с владельцем разговаривал. Там такой достаточно пожилой мужчина. Ну, он про стартапы не сильно этот. Вот как и владелец, например, Касперского, мы тоже общались. Не сильно он как бы в это верил. И, ну, было, да, исключение, например, это директор… Мы там ругались, там, лет четыре года назад с «Белгазпромбанком». Он говорил, что я, там, стартапы – это не бизнес, это те, кто банкротится и просто трата денег. Ну, представьте, для банкира, которые привыкли по бизнес-плану гарантированно получать возврат, а тут они могут не вернуть в 90% случаев. И они кричали, что нет, ни в коем случае я не буду там запускать акселераторы, инвестировать и все остальное. И после этого, через, там, полтора года он, ну, из-за того, что гордость не позволяет, там, запускал вскрытую акселератор финтехсовский. Вот, ну, чтобы не, ну, не признавать этого. Кто-то меняет, как бы, мнение. Вот, возможно, и ПВТ тоже, ПВТ, ЕПАМ. ЕПАМ. Да. Ну, они не вот именно, они уже, когда есть прибыль, видят рост, то есть, ну, посевное… Ну, стадия, да. Любой инвестор, который, ну, венчурный фонд, они, ну, только когда уже на масштабирование дают, когда на маркетинг, чисто на маркетинг, даже не на разработку. Это когда уже от миллиона долларов, там, там, 500 тысяч долларов, миллион, вот такие вот чеки идут. Вот. Все, давайте закругляться. Надо выспаться, делать, переделывать лендинг. Да. Все, всем счастливо и удачи. Спасибо большое. Все, до свидания. До свидания.